Часть четвертая. Сомнамбулизм. Вот выписка из краткой медицинской энциклопедии. Сомнамбулизм. Воспоминания о совершенных действиях при пробуждении отсутствуют. Это расстройство возникает при ряде заболеваний. Психопатии, эпилепсии, травме головного мозга и сильном нервном потрясении. Рассказы о бесключительных поступках лунатиков, хождении по карнизам многоэтажных домов и прочее относятся к небылицам. Сомнамбулизм. Похожее состояние впала Аглая Степана Ревкина лет примерно на двадцать. После санатория в ней произошло нечто такое, в результате чего она перестала интересоваться событиями, людьми, собой и своим постояльцем. Бегать бросила, пить начала. Полностью не засыпала и полностью не просыпалась. Механические действия совершала. Вставала, курила, умывалась. Не всегда. Пила чай, убирала комнату редко. Шла в магазин, покупала чекушку и что-нибудь закусить. Возвращалась, выпивала немного. Ела мало. За постояльцем ухаживать вообще перестала. Жила, не обращая на него внимания, как со стариком, с которым прожита жизнь, говорить больше не о чем, все переговорено. На праздник на нашей улице Надежду похоронила. Основы ленинизма учить перестала. Других книг не читала. Телевизор включала время от времени. Но каждый раз убеждала, что там ничего интересного. Только партийные съезды, хоккейные матчи, фигурные катания. 7 ноября, 1 мая и дни рождения Брежнева. Жизнь советских людей вообще была скучной. А в те годы и вовсе застыла на месте. Так было для многих людей, а для Агла и тем более. Протягавшая перед глазами запоминалась отдельными пятнами вне какой бы то ни было связи и хронологии. Короткое лето, длинная осень, суровая зима. А зимой всякие недомогания на почве авитаминоза, старости и алкоголизма. В универмаге в очереди за стиральным порошком задавили старушку. Потом или раньше было солнечное затмение. От Марата из Лондона пришло однажды письмо, когда и о чем она вспомнить не могла. Два воспоминания были связаны с Шубкиным. Шубкин крестился, и Шубкин уехал в Израиль. Если описать период с начала 70-х и почти до середины 90-х годов, основываясь только на том, что было замечено и запомнено Аглаи, то на пересказ всего за это время случившегося одной страницы хватило бы за глаза. Но есть у нас показания других людей, присутствующих в данном времени неподалеку от Аглаи, да и сам рассказчик тоже был кое-чему свидетелем. Крестил в Шубкина на дому бывший Аглаин сосед сына ца Егория и сам священник-отец Дионисий, в детстве известный как Дениска. Потом к другому имени непривыкшие стали звать его Поп-Дениска, а потом Поп-Редиска. Этому прозвищу способствовал цвет, со временем приобретенный Поповского носа. Поп-Редиска тоже считался в долгове диссидентом, после того, как совершил мелкое хулиганство. Местные партийные власти упразднили единственной в городе церковь Козьмы и Дамиана, чему Редиска противодействовал непристойной форме, а именно в состоянии алкогольного помутнения. Имея на себе Риасу, он среди бела дня мочился с колокольни на уполномоченного по делам религии товарища Шикоданова, за что советскими властями был посажен на десять суток, а властями церковными растрижен. Церковные чины обвиняли его еще и в том, что на литургии, молебнах и проповедях он мало считался с канонами и вел службу по собственному разумению, допуская чересчур много отсебятины. Законности растрижения поп не признал и продолжал окормлять свою паству неофициально и с нарушением всех канонов. У себя на дому или по вызову крестил, венчал, причащал, отпевал, светил воду, куличи и имущество. На крещении Шубкина я присутствовал случайно. Это, наверное, было уже где-то в середине семидесятых. Я должен был вернуть ему какую-то книгу, кажется, Джиллоса, данную мне для прочтения, как всегда, на одну ночь. Утром я запихнул книгу за пазуху и отправился к Шубкину. Правду сказать, немного при этом трусил. Я знал, что за домом Шубкина ведется пристальное и не очень даже скрытое наблюдение, что каждого проходящего туда и оттуда берут на заметку. А могут и остановить. А если остановят и найдут книгу? Ну что я скажу, что случайно нашел где-нибудь на улице, что мне кто-то ее подбросил? Пожалуй, скажу, что сам собирался как раз вам в КГБ отнести. Короче говоря, страшно было, но все же пошел. Постучался условно тук-тук, потом тук-тук-тук и еще раз тук. Дверь открыла Антонина в цветастом переднике и с большой кружкой в левой руке. Увидев меня, она приложила палец губам и прошептала «Марк Семенович крестятся». Тогда я в другой раз, — сказал я, — «Голубчик, вы там что, шепчетесь?» — услышал я бодрый голос Шубкина. «Идите сюда, не бойтесь!» Я вошел в комнату. Тут нельзя обойтись без описания этого жилища, хотя бы краткого. Комната эта за время обитания в ней Шубкина превратилась в бог знает во что. Все четыре стены от пола до потолка были заняты грубо сколоченными стеллажами, а стеллажи были забиты книгами. На вертикально стоящих лежали еще положенные плашмя. Здесь же были свалены еще какие-то бумаги, рукописи, письма, пожелтевшие газеты. Но на полках все не умещалось, поэтому еще горы, кипы, завалы книг, старых газет и прочих бумаг громоздились на полу под стеллажами. Книгами и бумагами наполовину было закрыто единственное в комнате окно. Надо упомянуть еще фотографии. Очень много фотокарточек самого Шубкина, Антонины, знакомых и друзей. Друзей и знакомых у Шубкина было столько, что всех их знать, конечно, не мог я, но среди них были и Адмирал, и Распадов, и Света Журкина, да и я сам тоже в нескольких вариантах. Но самой интересной части этой постоянной фотовыставки были кумиры, состав которых за время моего знакомства с Шубкиным радикально переменился. Раньше тоже менялся, но постепенно. Я помню, среди шубкинских портретов были Ленин, Маркс, Дзержинский, Пушкин, Лев Толстой, Горький, Маяковский. Потом Горького заменил Хемингуэя, Маяковского Пастернак. Одно время выставку украшали дедушка Хо, Фидель Кастро и Ча Гевар. Теперь все перечисленные исчезли на полках их, сменили дешевые иконы и портреты Сахарова, Солженицына, отца Павла Флоренского и отца Иоанна Кронштадтского. Войдя в комнату Шубкина, я застал самого Шубкина в весьма странном виде. Из одежды на нем были только кальсоны с подвернутыми штанинами и подпоясанные солдатским ремнем с латунной бляхой. Он стоял босыми ногами в большом эмалированном тазу с водой, а рядом с ним хлопотал поп редиска, тогда еще довольно молодой, но уже неопрятный, немытый, с клокоченной бородой, с навсегда засохшим в ней тараканом. Насчет таракана это, может быть, обман памяти, и труднее себе представить, чтобы этот таракан, если даже его не вычесать, сам бы по себе никогда не слетел. Но вот мне так помнится, что он в бороде отца редиски всегда присутствовал. Описывая попарь и диску, я заранее предвижу обвинение в недоброжелательстве и даже кощунстве. Я знаю, про меня скажут, что для меня нет ничего святого, что я насмехаюсь над верой, церковью и всех священнослужителей, изображая в образе попарь и диски. Скажу сразу, что это не так. Над верой и церковью я не смеюсь, к священнослужителям отношусь в целом с почтением, а в образе попарь и диски изображаю только попарь и диску. Его лично, одного и единственного в своем роде. Мне приходилось встречать многих других священников, и все они отличались исключительной опрятностью. Каждый день умывались, чистили зубы, расчесывали бороду, одежду, меняли, стирали и отдавали в химчистку. Но попарь и диска был именно такой, и что я могу с этим поделать? Так вот я вошел, когда церемония была в самом начале. Шубкин стоял в тазу с водой лицом к двери, и диска был рядом. Я поздоровался с обоими, и немного смущенный задержался в дверях, чувствуя, что, может быть, вторгся в чужую тайну. «Проходите, голубчик», сказал Шубкин бодрым и громким голосом. «Не стесняйтесь, и я не стесняюсь, я стыжусь того, что со мной было, а сейчас я верю, что я на правильном пути. Правда, батюшка?» «А Бог его знает, рассеянно сказал батюшка». Я смотрел в меня с сомнением, спросил «Крестным отцом хотите быть?» «Хочу», — сказал я. «Тогда остановитесь по правую руку крещаемого». «Только я не крещеный», — предупредил я. «Не крещеный?» — переспросил Бог. «А куда же вы лезете в крестные?» «Я не лезу». Вы спросили, хочу ли я, и я ответил «хочу». «А если нельзя, то...» «Ну, конечно, нельзя. Я вообще обновленец. За каноны слепо не держусь, но чтобы брать в крестный некрещеного, это, знаете...» «Может, давайте так сделаем?» «Сначала вас окрестим, а потом бы уже, хотя перебил он сам себя. Ладно. У вас компас есть?» «Компас?» — удивился я. «У меня с собой зачем?» «Я же в городе, я ни в лесу, ни в море». «Да, да, я понимаю», — вздохнул священник, «но дело в том, что нам надо крещаемого поставить лицом к востоку, а мы не можем определить». «Погодите, батюшка», — сказал крещаемый, «что это вы говорите?» «Как это мы не можем определить?» «У меня по ночам большая медведица видна вон в том углу окна. Полярная звезда там, значит, восток здесь?» С этими словами он повернулся лицом к правому углу, как раз туда, откуда смотрело на него красными крышками многотомное собрание сочинений Ленина. «Хорошо», — сказал батюшка, «теперь руки опустите вниз, голову наклоните, вид должен быть смиренный». Он подошел к Шубкину, снял с него ремень и швырнул далеко в угол, затем, сложив губы трубочкой, начал дуть ему в лицо. Не знаю, как Шубкин удержался на ногах, я стоял за ним, и тот запаха сивухи мне стало не по себе. «Господу помолимся», — провозгласил священник, и сначала перекрестил все сам, а потом трижды перекрестил крещаемого и тонким голосом запел. «Во имя Твое, Божией истины, и единородного Твоего Сына, и святаго Твоего Духа, я возлагаю руку на раба Твоего Марка, который к Твоему святому имени обратился и под сенью крыл Твоих укрывается». Антонина прервал сам себя батюшка. «А ты что стоишь?» «А что делать?» — спросила она. «Лей воду на голову». «Сейчас», — сказала она, и кинулась к дверям. «Ты куда?» — закричал батюшка. «За водой!» — глупая женщина, — рассердился поп. «Из таза надо брать воду». «От ног брать и на голову лить. Что откуда исходит, то туда и уходит. Мы исходим из праха и в прах уходим. Вода исходит из воды и уходит в воду. В этом есть тайный смысл нашего бытия. Бери, бери воду, лей тонкой струей». И опять запел «Удали нас от Марка прежнее заблуждение, исполни его надеждой, верой и любовью, и пусть он уразумеет, что ты единственный Бог истинный, и с тобой сын твой, и народный Господь наш Иисус Христос, и святой твой дух». Шубкин стоял в тазу тихий, покорный, с мокрой головой и бородой, в мокрых кальсонах и мелко дрожал от холода. Антонина набрала новую кружку. «Хватит пока», — сказал редис к Антонине, и, повернувшись к Шубкину, заговорил вдруг чуть ли не басом. «Крещаемый раб Божий Марк, признаешь ли ты, что прошлые твои веры были суть заблудительного свойства?» «Признаю, батюшка», — тихо повинился крещаемый. «Отрекаешься от заблуждений?» «Отрекаюсь». «Тогда», — сказал батюшка, и вдруг протянул правую руку в сторону полок с ленинскими домами, и голос его зазвенел. «Вот оно, дьявольское учение, коему ты поклонялся! Проклинаешь ли ты его?» «Проклинаю», — решительно ответил крещаемый. «Подой на него и трижды плень на него!» Шубкин проворно выпрыгнул из таза и, оставляя мокрые следы, подбежал к собранию сочинений и стал плевать на книги в красном переплете, вытаскивая, тихо швырять на пол, рыча, как собак. Батюшка подбежал к Шубкину и тоже стал швырять на пол книги, приговаривая, «А ты, о сатана, о дьявол, враг Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, заклинаю тебя, духа наглого, скверного, нечистого, вселукавого, омерзительного и чуждого!» «Силу Иисуса Христа заклинаю!» «Изыди из человека сего, сейчас, немедленно, и навсегда, и не входи в него более!» В это время откуда-то из-за книг вылетел и упал на пол лицом вверх портрет Ленина в деревянной рамке и под стеклом, очевидно, ранее Шубкиным спрятанный. Стекло, как ни странно, не разбилось. Владимир Ильич с красным бантом в петлице щурился из-под приложенной козырьку кепки ладони, с доброй улыбкой смотрел на Шубкина и на всех нас, совершающих столь странные действия. Попередиско, увидев это лицо, сначала оторопел, растерялся, но тут же, придя в себя, простер к портрету руку с вытянутым указательным пальцем и закричал истерически «Вот он, Антихрист! Отвратительный, примерский и презвонючий!» Он ступил на портрет, стал топтать его со стервенением плюясь и приговаривая «Сгинь!» «Порождение тьмы, коварный ловец заблудших душ!» Батюшка был в кирзовых сапогах и, очевидно, с подковками. Стекло хрустело и лопалось под подошвами. «А ты что стоишь?» — ряпнул он в Шубкину. «Плюй на него! Топчи его!» «Я, батюшка, боюсь! Я же босой!» «Не страшись!» — закричал батюшка. «Раз ты уверовал, помни! Ни один волос не упадет с твоей головы без воли Господа!» «Плюй на него! Топчи его!» «И не будет нанесено тебе никакого вреда!» «Ну...» Шубкин, еще не укрепившись в вере своей, ступил босыми ногами на портрет с опаской и, подгибая пальцы, начал ходить под стекло осторожно, но, видя, что оно в самом деле не режет его ступни, что безопасность его обеспечена высшей силой, вошел в раж и стал подпрыгивая топтать дорогой совсем недавно образ и плеваться с еще большей яростью, чем редиска. А тот бегал вокруг крещаемого и кричал поверженному дьяволу. «Удались отсюда! Ничтожные косоглазы! Ты поймешь в счету своей силы, даже и над свиньями, не имеющей власти! Вспомни о том, кто послал тебя веселиться в свиное стадо и вместе с ним сбросил в пропасть! Заклинаю тебя спасительным страданиям Иисуса Христа, Господа нашего, и страшным пришествием, ибо придет он без промедления судить всю землю, а тебя с твоим сопутствующим войском в гиене огненной казнит, во тьму наружную извергнет, и во держава Христа, Бога нашего, с Отцом и Святым Духом, ныне, пресно и во веки веков! Аминь! С этими словами батюшка вздохнул, на секунду затих. Шубкин стоял рядом, усталый от продеванной работы, но невредимый. Лик Ленина под осколками стекла исказился и теперь в самом деле был похож на чертовскую амбразину. «Станьте опять в воду!» устало сказал священник. Шубкин повиновался. «Выйдите!» Шубкин вышел. «Станьте еще!» «Повторяйте за мной!» «Верою в единственного Бога, всемогущего Отца, Творца неба и земли, и всего, что видимо и невидимо, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, истинным Богом рожденного, Отцу Единосущного, им создано все. Это Он ради рода людского, нас спасая, сошел с небес, в человеке от Святого Духа и Девы Марии воплотился, и за нас был распят. Он страдал, погребен и воскрес, а ныне, взойдя на небеса, Он у Отца по правую руку восседает и явится вновь победой судить и живых, и умерших, и царство Его навеки. И в Святого Духа, животворящего Господа, от Отца, исходящего с Отцом и Сыном, мы Ему поклоняемся, и Его, вещавшего устами, пророков славим. Говорите за мной. Верую в соборную апостольскую церковь, святую и единственную, признаю одно лишь крещение ради прощения грехов, воскресения умерших, с надеждой ожидаю и жизни в веки грядущем. Аминь. Долго еще продолжался обряд и завершился тем, что священник надел на новокрещенного крест, обрядил его в сухую одежду, а Антонина вытерла пол, выжила, положила мокрые кальсоны на батарею и вынесла воду. После этого сели за стол отметить события. Выпили водки, закусили жареной картошкой с котлетами, еще выпили. За столом батюшка меня спросил, не желаю ли я все-таки креститься. Я ответил уклончиво, мол, ладно, когда-нибудь. Смотрите, голубчик, сказал новокрещенный. Не успейте, плохо будет. Будут вас черти жарить на сковороде. Правда, батюшка? Правда, подтвердил батюшка. А я так не думаю, сказал я. Я, конечно, погряз в грехе. Но это же чертям должно нравиться. Жарить они будут тех, кого ненавидят. Праведников. И с того времени Аглая почти ничего не помнила. Крещение Шубкина прошло мимо ее внимания, а вот от отъезда его у нее в памяти что-то осталось. Он постучался к ней с бутылкой какого-то иностранного напитка. Она удивилась. Вы ко мне? Да вот, сказал Шубкин, хочу проститься, уезжаю. Она подумала и, постранившись, сказала, на ты, как раньше. Зайди. Провела его на кухню, садила напротив себя. Он поставил бутылку на стол и сказал, это кальвадос яблочной водка. На закуску у нее была только картошка в мундире. И куда, спросила она, в Америку? В Израиль. Да, удивилась она. А как же ты там будешь жить? Ведь там же арабы, страшно должно быть. Вот уж чего от вас не ожидал, так это разговор о страхе, сказал Шубкин. Вы же партизанка и героиня. А, махнула рукой Аглая, была героиня? По дурости. А я-то ведь за родину воевала, за родину и за Сталина. Но так и я за то же, пошутил Шубкин, за историческую родину и за Минах и Мобегина. А, сказала Аглая, если так, то конечно. А я смотрю, среди вашей нации тоже смелые люди бывают. Да, попадаются, согласился Шубкин. Да-да, покивала она. А то все говорят евреи, евреи. А почему такое мнение? Может, вам другое название надо придумать? Ну ладно, поднялся Шубкин, пойду уж. Ладно, провожая Шубкина до дверей, вдруг удивилась. Мне самой чудно, но я к тебе привыкла. Би-би-си твое с тобой вместе слушала. Минутку, сказал он. Вышел и вернулся с приемником Спидала и с какой-то книгой. Протянул ей приемник. Вот, возьмите. Да ты что? Она испугалась. Дорогая вещь, ничего. Приемник, между прочим, переделан. Помимо основных коротких волн есть дополнительные 16 и 19 метров. Можете слушать Би-би-си, Свободу, Голос Америки, Немецкую волну. Это мой роман Леса попал. Она в тот же вечер принялась считать, но дальше большевика, хрипевшего что-то про Ленина, не потянула. Вечером у Шубкина была прощальная вечеринка. Пришли члены клуба Бригантина, драмкружка имени Мейерхольда, а с ними и поп и редиско. Выпили, отслужили молебен, спели песню Бригантина, поднимает паруса. А утром, когда Шубкин и Антонина погружались с вещами в вызванные такси, Аглая в шлепанцах сбежала к ним попрощаться. Шубкину крепко пожала руку, Антонину неожиданно для себя обняла и чмокнула в щеку. Видевшая это Шурочка-дурочка, думала, что это ей померещилось. Все, кто слушал в тот год враждебные голоса, знали, что отъезд Шубкина был результатом ультиматума, предъявленного ему нашими органами. Западные радиостанции расценили это событие как очередной успех КГБ в борьбе с инакомыслием. Передавали подробности, кто Шубкина провожал в аэропорту Шереметьево-2 и кто встречал в аэропорту Вены. Но советские средства массовой информации как в рот воды набрали. Это была новая тактика замалчивать диссидентов, не поднимать вокруг них шумиху, не делать им лишние рекламы. Разумеется, в нашей районной печати о Шубкине тоже не появилось ни слова. И вдруг, месяца через два или три, когда многие в самом деле стали Марка Семеновича забывать, Долговская правда разразилась разнузданным фельдетоном «Старьё берём», где была в искажённом виде изложена вся его биография, что будто бы, происходя из зажиточной еврейской семьи, на самом деле отец Шубкина был бедным портным. Он с детства проникся идеями сионизма, вступил в партию для того, чтобы подрывать её изнутри, совершил ряд преступлений против советской власти, но в конце концов был ей великодушно прощён. Ему была дана возможность пересмотреть свои взгляды и справиться, но обуреваемый нездоровым честолюбием Шубкин стал искать дешёвой славы за пределами вырастившей его страны. Написал и опубликовал клеветническое бездарное произведение «Лесоповал» и постарался продать его подороже. Поставлял западным спецслужбам клеветнические материалы о Советском Союзе, за что его хозяева платили ему не столько деньгами, сколько бывшим употреблением тряпьём, тем, которые американцы выкидывают в мусор. И вот финал, подготовленный всей логикой предыдущей жизни. Смена идеалов закончилась изменой родине, и он сам выкинут на помойку, как сильно поношенный товар, называемый на Западе «Секонд-хэнд», как старьё, уже ни в каком смысле непригодное ни к чему. В конце концов, в появлении такого фильетона ничего необычного не было. Поклёпы над диссидентом время от времени печатались во многих наших газетах, и Долговская, правда, не была исключением. Удивляло не появление фильетона, а имя автора Влад Распадов. Тот самый Распадов, которого Марк Семёнович Шубкин считал своим лучшим учеником, и который, между прочим, до самого отъезда поддерживал с учителем отношения и участвовал в его проводах. Шубкина на вокзал провожал весь литературный кружок Бригантина, и Распадов был вместе с другими. Понятно, что Фильетон вызвал среди членов Бригантины и в более широком кругу заметный резонанс. Многие перестали с автором здороваться, а Света Журкина, за которой Влад ухаживал, швырнула ему в морду его сборник стихов касание. Некоторые все-таки рвать с ним отношения не торопились, предполагая, что статья вызвана нажимом, оказанным на него органами. Говорили, что его вызывали куда надо и угрожали сроком за распространение антисоветской литературы, в частности романа Леса Павал. Потом распространился еще более пикантный слух, что Распадов на самом деле голубой и был не только учеником, но и любовником Шубкина. Сам же Шубкин, согласно этой версии, был бисексуален. Тогда одна из причин поступка Распадова могла быть так, что он ревновал Марка Семеновича к Антонине. Если все это правда, то Распадова можно было бы оправдать хотя бы частично. Можно себе представить, в каком сложном положении он очутился, какие неприятности ему угрожали, если бы он отказался выступить против Шубкина. А самому Шубкину ничего уже не грозило. Он давно жил в стране, власти, которой Долговскую правду не читали, да и до него самого вряд ли она доходила. Конечно, мы жили тогда в сложное времена. Когда люди кипели гражданскими страстями, и никто никому кроме себя не спускал ни малейшей слабости, но все-таки встретив Распадова на улице, я не стал перебегать на другую сторону, и не отказался пожать протянутую мне руку. Я его ни о чем не спрашивал, но он сам заговорил и довольно агрессивно и дурно о Шубкине, что он якобы с самого начала действовал хитро и расчетливо, написал свой лесоповал, создал за границей шумиху и убрался к себе на историческую родину, а нас, оставшихся здесь, по существу, предал, то есть свой конфликт с Шубкиным он перевел в другое русло. Я это понял, когда он мне прочел свое стихотворение «Вы и мы», которого я запомнил только конец. Вам все равно, где свой поставить дом, из чьей руки вкушать какую пищу, у вас есть запасной аэродром, у нас в запасе отчье кладбище. Прочтя свой опус, он поинтересовался моим мнением. Ну что ж, сказал я ему, стишок профессиональный, размер соблюден, рифмы на месте. Он сказал, ты же понимаешь, я спрашиваю тебя не об этом, а о содержании. Но содержание здесь просто подлое, сказал я. Ты к Шубкину можешь относиться как угодно, и сам его небольшой поклонник, но ему не все равно вкушать какую пищу, и его отчье кладбище там же, где и твое. Как закричал Распадов, в России похоронены мои родители, деды и прадеды. А где его деды и прадеды похоронены, спросил я. Его Распадов задумался. А почему ж тогда они, не сказал, кто они, уезжают? Да вот таких стихов начитаются и уезжают. Кстати, насчет пищи, сказал я Владу, я не знаю, кто с чьей руки что вкушает, но с чьей руки ты свою Микину жуешь. Теперь, кажется, можно не сомневаться. Этой фразы он мне простить не мог никогда. Старость человек вступает неподготовленным. Пока тянутся детство, юность, молодость, зрелость, человек живет на земле с поколением собственным, с теми, кто постарше и кто помоложе, как будто в одной компании. В школе, на работе, на улице, на собрании, в магазине, в бане, в кино он встречает, в общем-то, одних и тех же людей. Кого-то знает хорошо, кого-то шапочно, кого-то где-то когда-то видел. При этом одни старше его, другие моложе, третий такие же, как и он. Человека можно вообразить идущим в середине большой колонны, и впереди еще много народу, и сзади кто-то вливается. человек идет, идет и вдруг замечает, что приблизился к краю, и впереди уже никого не стало. Людей, которые были старше на 20 лет, на 10, на 5, да, и ровесники сильно повымерли, и уже куда ни сунься, везде он самый старший. он оглядывается назад, там много людей помоложе, но они-то росли, когда оглянувшийся был уже неудел, с ними он не общался и не знаком, и получается так, что старый человек, еще оставаясь среди людей, оказывается одиноким. Вокруг шумит чужая жизнь, чужие нравы, страсти, интересы, и даже язык не совсем понятен, и возникает у старого человека ощущение, что попал он на чужби, но оставаясь там, откуда в жизни не уезжал. Аглая от рождения жила в Долгове. Город особенно не менялся, но постепенно и неизбежно становился чужим. Люди, кого могла вспомнить, исчезли. Шалейка умер от инсульта, Нечаев погиб в автокатастрофе. Муравьева умерла в сумасшедшем доме, Ботвиньев подавился костью, бывшего прокурора строго убили уголовники в лагере, не читая умер от рака легких. Из старых знакомых встретила она однажды дождливой осени на улице и не сразу узнала Поросянинова. Он был с длинными волосами, с пушистой седой бородой, и одет для этих мест необычно. На теле черные рясы, на ногах белые кроссовки, на голове рыжая ушанка, над головой оранжевый зонт. Зонт он держал в правой руке, а левой, пересекая лужи, подбирал полы рясы. «Ты что в попы записался?» спросила она, удивляясь столь неожиданной метаморфозе. «Служил в храме диаконом», сообщил Петр Климович. «И давно?» «Да вот уже скоро три года, а ты в церковь не ходишь?» «Куда мне?» сказала она. «Я верю, что Бога нет». «А ты веришь, что Он есть?» спросила она насмешливо. «Я ответил он, не замечая насмешки, верю, что без веры во что-нибудь жить невозможно. А ты ведь, небось, крещеная?» «А как же, сказала она, мой отец до революции старостой в церкви был?» «Так приходи в храм, покайся Богу в своих грехах, и он примет тебя обратно. «Оставь меня, у меня свой Бог», сказала она и пошла прочь. «У тебя не Бог, а дьявол!» крикнул он ей вслед. Аглая перебирала в уме разные имена, и получалось, кого не вспомнит, того уж нет на свете, или выпал из поля зрения. Старухи, баба Надя и гречка, померли, на две другие соседки превратились в старух, заняли свое место на лавочке перед домом, и ничем очевидным от тех предыдущих не отличались. Впрочем, шума новых поколений в доме не было слышно, поскольку строение это постепенно пустело. За время своего существования она сильно облегчала и признанная непригодным для жилья больше не заселялась. Кто из него уходил, уходил. На оставшихся махнули рукой, пусть доживают, но новоселье люди здесь уже не справляли. В конце концов, из прежних жильцов остались здесь Аглая, две упомянутые старухи, Шурочка, дурочка со своими бессмертными кошками и Валентина Жукова с внуком Ванькой. Валентина к тому времени для многих уже была баба Валя, а внук сократил это имя и называл ее Баваля. Ваньку Жукова все звали Ванька Жуков. Это было его реальное имя и одновременно вроде как прозвище. Если бы неизвестный рассказ Чехова Ваньку звали бы просто Ванька или просто Иван или просто Жуков или просто Жук. Но поскольку у Чехова был рассказ про Ваньку Жукова и очень известный рассказ и поскольку Ванька Жуков жил в обществе где люди еще читали и помнили книги а Чехова к тому же учили в школе Ваньку Жукова многие так и звали, Ванька Жуков, и никак иначе. Баваля в Ваньке души не чаяла. Сыну своему никогда не уделяло столько внимания, потому что при маленьком сыне сама была молодая и глупая. И самой хотелось как-то развлечься, сходить в кино или на концерт художественной самодеятельности, или поболтать с соседкой, или провести время с мужчиной. Может, поэтому Георгий и вырос такой непутевый. А над Ванькой она тряслась и удивлялась. «Не представляю», — говорила Баваля Аглая, — «в кого он такой пошел?» Сама была непутевая, сын шебутной, жена сына алкоголичка, а этот 13 лет, а еще не пьет и не курит, и в школе круглый отличник. Уже тогда Ванька больше всего увлекался точными науками, математикой, физикой, химией, а занимался в авиамодельном кружке и в кружке юный химик. Своими руками строил модели самолетов, кораблей, паровозов, сделал радиоприемники магнитофон, зачитывался статьями о возможностях растопления Арктики и Антарктики и поворота крупных рек в противоположную сторону посредством направленных взрывов. Ему, конечно, в школе на уроках истории и общества ведения вбивали в голову что-то про социализм, коммунизм, КПСС и борьбу за мир, заставляли изучать жизнеописание Брежнева. Но это все от него отскакивало. С хулиганами Ванька не водился, но они к нему с некоторых пор стали присматриваться. Он был маленький и слабый, как раз такой, кого легко и безопасно обидеть. Однажды хулиганы встретили его на пустыре, когда он возвращался из школы. Их было человек 10-12. А главарем у них был переросток по имени Игорь Крыша. Причем Крыша тоже не прозвище, а реальная фамилия, которая, как ни странно, была ему очень к лицу. Он и в самом деле с короткой стрижкой, покатым теменем и узким лбом был каким-то образом похож на односкатную крышу. От своих сверстников и товарищей по шайке Крыша отличался тем, что ходил в хорошем костюме, в галстуке, и издалека был похож на интеллигентного молодого человека. Крыша и его шайка в городе были довольно известны. Они считались настоящими бандитами, поэтому Ванька их не боялся, полагая, что он человек слишком маленький и для бандитов большого интереса представлять не может. Но он оказался не совсем прав. Большого интереса для бандитов он и не представлял, но они и малым интересом не пренебрегали. Однажды они встретили его на пустыре, а по пути из школы начали толкаться, но Крыша их немедленно остановил и обратился к Ваньке с вопросом. — Куда путь держишь, сынок? — спросил он, будучи старше Ваньки лет не больше, чем на шесть. — Домой иду, — сказал Ванька, не подозревая худого. — И откуда? — Из школы. — Угу, — сказал Крыша раздумчиво. — Сейчас ты идешь из школы домой, а завтра пойдешь из дома в школу, правильно? — Правильно, — согласился Ванька. — А ты в Америке никогда не был? — спросил Крыша. Ванька признался, что никогда не был. — Так вот там, в Америке, — объяснил ему Крыша, — все дороги платные, и у нас тоже надо ввести такой же порядок. У тебя деньги есть? Ванька сказал нет. Крыша объявил, что сейчас будет проведен таможенный досмотр. Ваньку зажали, вывернули у него карман и нашли трешку, и еще около рубля мелочью. — Нехорошо, — сказал Крыша, пересчитав деньги. — Это уже обман и попытка переноса валюты без уплаты таможенного сбора. Подлежит конфискации и положил деньги себе в карман. — А теперь, — продолжил он, — проверим, что находится здесь, — и показал на портфель. — Прошу открыть. Ванька подчинился. В портфеле Крышу ничто не заинтересовало, кроме шариковой ручки фирмы «Паркер» в перламутровом футляре. Эту ручку Баваля купила на толкучке и подарила Ваньке на тринадцатый день рождения. Крыша попробовал ручку на собственной запястье, как она пишет, и объявил, что она конфискуется как незаконно везенный в страну товар иностранного происхождения. После этого Крыша со своей шпаной стал встречать Ваньку регулярно, отбирая у него то рубль, данный Бавалей на тетради, то шарф, связанный ей же к Новому году, то шапку, мерлужковую, оставшуюся от отца. Ванька пытался менять дорогу, но предводимые крыши разбойники выслеживали его, перехватывали и однажды сильно побили. Баваля заметила у Ваньки синяки и спросила, что это значит. Ванька сказал, что в школе бежал по коридору, споткнулся и ударился обо что-то железное. Баваля поинтересовалась, а куда делись его ручка, шарф, шапка и что-то еще. Ванька отвечал ей невразумительно, но, правда, конечно, не сказал. Однако она особо и не допытывалась. Она была дворничиха и знала, что происходит в округе. И крышу знала. Однажды возле гастронома Баваля увидела крышу и на нем Ванькину шапку и шарф. Крыша стояла окруженной своими недоростками и переростками, отморозками, как называли и тех, и других. Всех их боялись и обходили стороной. Баваля резко шагнула в эту толпу. Двоих, загораживавших ей дорогу, грубо отшвырнула в сторону. Схватила крышу за шарф. — Откуда у тебя это? — Ты что, бабушка, чокнулась? — удивился крыша. А шейка стала сжимать вокруг бабки кольцо. — Бабушка, убери руки! — попросил крыша. — Я старых людей уважаю, но все-таки... Договорить ему не удалось. Баваля отпустила шарф, схватила крышу за оба уха, рывком потянула и подставила под его лицо свое колено. — Пацаны! — залившись кровью, заревел крыша. Пацаны тут же придвинулись. И первым был, конечно, ближайший друг крыши Толик по кличке Топор. Он уже протянул руку и растопырил пальцы, чтобы вцепиться бабке в лицо. Но получил такой удар под дых, что скрюченный упал и ловил ртом воздух, как рыба. Второй дружок главаря Валя Долин по прозвищу Валидол. Приблизился к бабке с другой стороны. Она вовремя обернулась к нему, и он отступил, подавая хороший пример остальным. Остальные, увеличив дистанцию между бабкой и собой, стояли полукругом и не знали, что делать. А бабка схватила крышу сзади левой рукой за шею, сдавила ее своими могучими кривыми пальцами, а правую руку сжала в кулак и поднесла к его носу, произнеся при этом тираду с таким словарным составом, которым даже крыша владел не полностью. Если перевести бабкину речь на литературный язык и вычленить из нее главное, можно сказать, в ней содержалось предостережение, что личность Ивана Жукова неприкосновенна, и каждого, кто попытается этим пренебречь, ждет неотвратимое и сыровое возмездие. После чего Ванька ходил в школу в своей шапке, в своем шархе со своей ручкой, не платя таможенных пошлин, аннексий, контрибуций и репараций. Крыша, если им приходилось случайно встречаться, первым приветствовал Ваньку взмахом руки и почтительными словами. «Привет, Ванек!» А когда Ванька подружился со своим одноклассником Санькой Жердыхом, то гарантии личной неприкосновенности распространились и на того, хотя до дружбы с Ванькой Жердыха били все, кому не лень, били часто и сильно. Саньку Жердыха мы тоже включаем в повествование, ввиду того, что ему определена в нашей истории немаловажная роль. Санька Жердых и Ванька Жуков сошлись быстро и легко, потому что дети вообще сходятся легко, особенно если учатся в одном классе, тем более если сидят за одной партой. Но по натуре они были люди с самого начала очень разные. Жердых был, в отличие от Ваньки, по характеру гуманитарий. В нем жили как будто два человека. Первый искал себя в искусстве, пел в хоре и надеялся стать оперным певцом, знал многие арии, но лучше других удавалась ему одна – песенка Герцога из оперы Регалетто, в народе известная больше как «Сердце красавиц». Может быть, это был у него особый вид помешательства, но именно эту песенку он пел, начиная со школьных времен, всегда и везде. На концертах художественной самодеятельности, на вечеринках и просто так для себя. Еще он мечтал стать поэтом и уже в школе писал довольно сносные стихи с уклоном в романтику. В стихах он мечтал о любви, верил в родство душ, призывал людей держать сердца открытыми, не запираться на ночь, не строить забор, не хранить деньги в кубышке и вообще не хранить, не заботиться о материальном, не мириться со злом, не беречь свою жизнь, а цветы и любовь раздавать даром направо и налево. А в жизни жердых никакой романтики не признавал вообще и в людях подозревал самое худшее. Может быть, истоки такой противоречивости характера таились в его биографии. Когда-то у него, как и у всех, были отец и мать. И, конечно, он, как большинство нормальных детей, думал про своих родителей самое хорошее. Потом они разошлись. Но отец не просто ушел от матери, как часто бывает, а сбежал на север. Менял адреса, скрывался от элементов, то есть уклонялся от помощи своему сыну. Они с матерью вдвоем существовали на ее мизерную зарплату бухгалтера в какой-то конторе. Санька когда-то очень любил отца, верил ему больше, чем кому бы то ни было. И осознание того, что отец его предал, было первой причиной большого разочарования во взрослых людях. Второй удар нанесла ему мать. Нет, она его не предала. Но, оказавшись без мужа, стала водить к себе домой любовников. Жили они в одной комнате коммунальной квартиры. А Санька уже лет в девять точно знал, для чего взрослые люди ложатся в постель и что они там друг с другом вытворяют. Он для себя сделал вывод, что все взрослые люди мерзавцы, ханжи, лицемеры и развратники. Их интересует только это и ничего, кроме этого. Днем они работают, общаются, говорят о чем-то умном, а на самом деле думают только об этом и ждут с нетерпением часа, когда наступит вечер и дети уснут. Это открытие Саньку сперва потрясло настолько, что он даже думал о самоубийстве, но успокоился на том, что стал ко взрослым людям относиться с презрением и насмешкой. Когда его в школе учительница вызывала к доске или директриса в учительскую и прорабатывали, он на проработчиц смотрел усмехаясь и думал, знаю, как вы устроены, к чему вы на самом деле стремитесь и что вы делаете по ночам. В серьезных разговорах о жизни Санька убеждал Ваньку, что человек – существо низкое, корыстное, себялюбивое и лицемерное. Им движут только личные интересы, в крайнем случае интересы семьи, а всякие слова о добре, любви к ближнему, к родине, к истине или справедливости – это все на публику. Ванька и Санька вместе окончили школу. Ванька с золотой медалью, а Жердых с тройками подтистать. Ванька сразу без экзаменов поступил в Московский химико-технологический институт, а у Жердыха начало оказалось не столь благополучным. Пробовал поступить в Московскую консерваторию. На приемном экзамене спел Ария сердце красавицы, Ария экзаменаторам понравилась. Они попросили исполнить что-то еще, но что-то еще получилось у него не так хорошо, и его не взяли. Не прошел творческий конкурс и в литературный институт. Поступил на факультет журналистики. Хотя учились Ванька и Жердых в разных вузах и жили в разных концах Москвы, дружба их на этом не прекратилась. В Москве Ванька поселился недалеко от института. Комнату в шесть с половиной квадратных метров он снимал у Варвары Ильинишны, худой и пропавшей табачным дымом старухи. Она курила дикие сигареты дымок. По три пачки в день. По нескольку раз на дню пила крепкий чай с карамельками. И с утра до поздней ночи печатала что-то на старой пишущей машинке Эрика. Как выяснилось, печатала она самиздат, о котором Ванька слышал когда-то краем уха, но не знал, что это такое. Теперь узнал, что самиздат это тексты, чаще всего бледные, напечатанные на папиросной бумаге и распространяемые из рук в руки. Время от времени у старухи собирались скромно одетые интеллигентные люди и вели разговоры о правах человека, статьях Уголовного кодекса, тюрьмах, ссылках, пересылках, продуктовых передачах и передачах в Би-Би-Си. О своих знакомых, которые или отбывают лагерный срок, или освободились, или освободившись, уехали за границу. Через некоторое время Ванька понял, что гости Варвары ленишны, как и она сама, есть те самые диссиденты, о которых он читал что-то в газетах, и всегда только плохое, но не мог себе представить, что когда-нибудь увидит их воочи. Раньше он думал, что диссиденты это таинственные конспираторы, ходят всегда в темных очках и вооруженные, скрываются в настоящем подполье, то есть в подземных помещениях или катакомбах и печатают на чем-нибудь вроде гектографа листовки с призывами свергнуть советскую власть. Теперь же он увидел, что они ни от кого не скрываются, занимаются своими делами открыто и дают властям возможность ловить себя и сажать без излишних затруднений и риска. Иногда диссиденты устраивали по вечерам складчину, приносили кто бутылку водки, кто кусок колбасы, кто торт, и стол их был таким же неизысканным, как они сами. Спорили о судьбах в России, обсуждали какие-то открытые письма, читали стихи, чаще всего плохие, высокопарные, гражданской направленности. Появились здесь иностранные корреспонденты. Они приносили вино, виски, джинс, тоником. Тогда Ванька и узнал вкус этих заморских напитков. Брали интервью для своих агентств и газет. При этом диссиденты пили, ели, курили, шутили. Те, которые помоложе, ухаживали друг за другом и обнимались в коридоре, вроде бы жили нормальной жизнью, но время от времени опять кого-то из них арестовывали, судили, отправляли в лагеря или в психушки. Оставшиеся на свободе протестовали у зданий судов, ездили навещать ссыльных, собирали деньги, вещи и продукты на помощь семьям сидевших. Варвара Ленишна с первого знакомства от Ваньки особенно не таилась и почти сразу стала давать ему перепечатанные ей же работы Сахарова, Солженицына, Джилоса, Авторханова и регулярно выходящую хронику текущих событий. Начитавших всех этих вещей, Ванька впервые задумался о политике, о том, что такое советская власть, как много народу она загубила и ради чего. Будучи человеком технического склада ума, Ванька решил помочь развитию самиздата конкретно. Подумав и потрудившись физически, он изобрел и изготовил, как потом значилось в материалах следствия, орудие преступления, копировальную машину. Эта машина была не хуже ей подобных прославленной фирмы Xerox, а может и лучше. Легкая конструкция из нержавеющей стали, она, мигая разноцветными огоньками, тихо шумела и печатала самиздатно обыкновенной бумаги в каком угодно количестве. Текст уменьшала, увеличивала и в необходимых случаях делала его резче. И теперь же не к Варваре Линишне, а к Ваньке Жукову шли самиздатчики со своими и чужими текстами. Встречаясь с Жердыхом, Ванька рассказывал другу о диссидентах и своих встречах с ними. Снабжал самиздатом. Санька читал самиздат охотно, слушал Ванькины рассказы с интересом, но восхищение диссидентами не разделял, считая, что большинство из них делает себе рекламу, имя и карьеру. Впрочем, приходя к Ваньке каждый раз спрашивал, нет ли у него еще чего-нибудь антисоветского. А у того, конечно, было, потому, что машина работала вовсю и производила самиздат уже не по пять экземпляров, а по сотне и больше. Надо ли говорить, что Ванькина деятельность не могла остаться незамеченной. В конце концов, его арестовали за, как было сказано, изготовление и распространение антисоветской литературы в особо опасных количествах. Правда, при советской власти любое количество, даже количество величиной в единицу было опасным. А у Ваньки чуть ли не целая типография. Ваньку арестовали. Два месяца провел он в Лефортовской тюрьме, где следователи обещали ему семь лет строгого режима по 70-й статье Уголовного кодекса. Но в органы поступило письмо от группы преподавателей и студентов. Авторы просили смягчить готовящееся наказание, учитывая, что Иван Жуков происходит из простой рабочей семьи, воспитывался без отца и без матери, золотой медалист, обладает серьезными познаниями в точных науках, имеет выдающиеся способности к изобретательству и может еще очень пригодиться нашему обществу. Известный академик электронщик от своего имени тоже написал ходатайство, указав в нем, что копировальная машина Жукова является весьма совершенной и по всем параметрам превосходит западные промышленные образцы. Учитывая все эти обстоятельства, Ваньки сначала статью 70-ю переквалифицировали в более мягкую 190-ю. А потом пошли еще дальше, решил ограничиться исключением из комсомола, отчислением из института и лишением московской прописки. Но лучше бы его посадили. Как только Ванька вернулся в долгов, его тут же забрали в солдаты и отправили туда, где обратный адрес был полевая почта и на письмах стоял штамп просмотрена военной цензуры. Первое письмо Бавале Ванька начал словами «Привет из Афганистана». Слово «Привет» и слово «из» были оставлены, а третье слово было тщательно чем-то вытравлено. Но поскольку военные цензуры были советские цензуры, то есть на своем поприще особо не перетруждались, то в середине письма Ванькин рассказ о том, что он помогает афганским дехканам строить дороги и убирать урожай, остался цензурой просмотренным в том смысле, что незамеченным. На самом деле Ванька занимался, конечно, совсем другими делами. Армейские власти, учтя его особое образование и наклонности, направили его в специальное подразделение, которое было чем-то вроде небольшого завода по производству различного рода взрывных устройств для диверсионных надобностей. Этих подробностей Баваля не знала, но слухи о цинковых гробах из Афганистана до нее доходили, и она жила в ожидании из страхи. Заведе почтальона хваталось за сердце, и не зря, уже вроде и война кончилась, и последний генерал перешел по мосту с афганской территории на советскую, когда доставлено было извещение, что Иван Жуков погиб смертью храбрых при выполнении интернационального долга. Бывали, а рыдала дважды, первый раз, когда пришло извещение, и второй, когда привезли цинковый гроб. Впрочем, порыдав, она потребовала открыть гроб. «Сердце чует», — говорила она, «что там Ваньки нет». На нее махали рукой, но терпеливо объясняли, что гроб открывать нельзя во избежание большой психической травмы. Труп, мол, находится в таком состоянии, что один взгляд на небо может кончиться разрывом сердца или психиатрической неотложкой. бывали, настаивала, ее просьбам не вняли. Покойника, не открывая, похоронили на аллее героев с воинскими почестями, музыкой под автоматный треск прощального салюта. Между прочим, на похороны приезжал из Москвы Санька Жердых. Он уже окончил факультет журналистики, но карьеру делал по другой линии. Заведовал отделом в каком-то райкоме комсомола. Он произнес над гробом большую речь и так трогательно рассказывал, какой чистый, честный, талантливый человек был его друг Ванька Жуков, что все рыдали. Над могилой воткнули временную фанерку, сообщавшую, что здесь лежит Иван Жуков, 1964 года рождения, геройски погибший при выполнении боевого задания. Но те, кто не разрешал бывали открыть гроб, не знали, с кем имели дело. Ночью она сама раскопала могил, раскручила гроб и увидела уже сильно разложившийся труп пожилого азиата в чалме и с длинной до пояса бородой. Бывали, подмышкой принесла гроб к райкому КПСС и там поставила его на крыльцо. В городе было много шума по этому поводу. Некоторые считали поступок бабки кощунственными, требовали ее примерно наказать, другие наоборот называли ее героиней, правозащитниками, даже сравнивали с Марией Магдалиной и Марфой посадницей. В некоторых людях случившееся вселило надежду, что, может быть, и вместо их детей похоронен кто-нибудь другой по ошибке. И по округе прошла эпидемия ночного гробокопательства. Как раз в это время из Ташкента пришло письмо от самого Ваньки Жукова, правда, писанное не его рукой, что он жив, но подорвался на им же самим изготовленной мини. В результате чего лишился обеих ног, одной руки, одного глаза, на одно ухо оглох полностью, а другим возможно будет слышать со слуховым аппаратом. Баваля прыгала от радости, ей говорили «Ты что, дура?» Он же остался полным калекой, но бабка слушать не хотел, лучше калекой, чем мертвяком. Но когда Ванька приехал, больше года провалявшись в госпитале, и она увидела его на самодельной тележке, без ног, без руки, без глаза, с лицом сплошь синим от въевшегося под кожу пороха и со стальными вкрик и в кость вставленными зубами. Баваля даже плакать не смогла, а просто на несколько дней потеряла сознание. Зато потом, придя в себя, посмотрела на внука ясными глазами и сказала ему «Ничего, Ванька, мы им отомстим. Если бы кто-нибудь принял тогда бабкины слова всерьез». Продолжая пребывать в состоянии сомнамбулизма, Аглая утратила контроль над течением времени. Не знала, что было вчера и что пять лет назад и что происходит вокруг сегодня. Замечала лишь частное проявление глобальных изменений. Водку продавали с 11 часов, потом с 2 потом с 5 и потом круглосуточно. Время от времени включив телевизор видела кого-то большого хоронит на Красной площади. Одного хоронит, другой говорит речь. Закрыла глаза, открыла. Уже этого, который только что говорил, хоронит, а того, который говорит, держит под руки. закрыла, открыла, услышала слова перестройка, ускорение, гласность. На экране митинги, знамена, плакаты, народ призывает «Борис, Борис!» Борис швырнул паркбилет на стол, залез на танк. Из танка пальнули по белому дому, наступили рыночные отношения. пришла почта, почтальонша принесла пенсию 300 тысяч рублей. Аглая подумала «Ничего себе!» С крупными купюрами на улицу идти побоялась, набрала 3 рубля 62 копейки мелочью, побежала в магазин за бутылкой. А ей говорят «Вы, мамаша, с луны свалились? А что? А то! Водка стоит не 3,62, а 25 тысяч!» Она вернулась в реальность и испугалась. Она же каждый день водку покупала и привыкла к движению цен. А тут будто несколько лет из памяти выпали. Побежала домой, взяла сколько нужно, по дороге завернула в райком узнать, когда кончится этот бардак. Но там, где искала райком, нашла казино «Колеса Фортуны» с эротическим шоу «Ночной полет». Она остановила проезжавшего на велосипеде мальчишку и спросила, не знает ли он, куда переехал райком КПСС. Он спросил «РАО чего?» Второй раз, не поняв его вопроса, уехал. Она встретила во дворе Бавалю и та ей объяснила, что за последние годы произошла полная реставрация капитализма, КПСС распущена, Ленина скоро вынесут из Мавзолея, царскую семью захоронят с почестями в Санкт-Петербурге, в Ленинграде поправила Аглая. Оказывается, никакого Ленинграда больше нет, а есть Санкт-Петербург. Аглая вышла на улицу, обменяла ваучер на бутылку и опять впала в спячку. В середине девяностых годов в Долгове было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью фейерверк по производству бенгальских огней, петард, хлопушек, шутих и других подобных изделий. То разместилось в полуподвальной квартире дома номер один по комсомольскому тупику и штат его состоял из двух человек. Иван Жуков президент и Валентина Жукова вице-президент и исполнительный директор. Обязанности между членами товарищества распределялись естественным образом. Президент занимался творческой частью работы, а вице-президент всем остальным. Баваля доставала необходимые материалы, помогала внуку собирать все эти штуки, которые они производили. И об обязанностях няньки не забывала. Они были обширными. В хорошую погоду она его выносила на улицу проветрить и укутанного в плед сажала на лавку между старухами. Дома она его купала, а раньше и на горшок высаживала. Со временем он научился сам пользоваться уборной, умывальником и всем остальным. И это было очень важно. Теперь Баваля могла оставлять его одного. А оставлять порой приходилось надолго. За некоторыми компонентами производимой ТО продукции бабка каталась, как она говорила, даже в Москву. Очень оказалось она умелым снабженцем и довольно скоро создала целую сеть поставщиков исходного сырья. Что-то доставало у взрывников в местном каменном карьере, что-то у знакомого сержанта внутренних войск, который заведовал складом боеприпасов, а что-то по специальному Ванькиному заказу даже в аптеке. Начиная дело, наши предприниматели на большой успех не рассчитывали. Думали, что спрос на их товар будет ограничиваться периодом празднования нового и старого нового года. Так оно поначалу и было, но вскоре появились более крупные и всесезонные заказчики. городские власти, а потом и разные организации побольше и поменьше стали интересоваться спецэффектами при проведении праздничных мероприятий. Некоторые новые русские желали отмечать свои юбилеи и семейные события разноцветными огнями и оглушительным треском. Так что дела ТОО Эйрверк с самого начала шли неплохо. Улучшились их жилищные условия члену товарищества. Еще недавно Баваля и Ванька жили в одной полуподвальной комнате, но соседка померла и с Жуковым разрешили занять всю квартиру. Наконец-то разрешили. До того все бабки на попытке улучшить жилищные условия оканчивались ничем, что только способствовало возрастанию в ней жажды мести. Сначала ее записали в очередь, которая слишком долго двигалась, потом сказали, что вообще лимит на казенной квартире кончился вместе с советской властью. Теперь, дескать, у нас капитализм, все можно купить за деньги, даже квартиру. Начальника, который это сказал, бабка пробовала пристыдить, напомнила ему, что Ванька инвалид первой группы, жертва афганской войны и живет на пенсию, на что начальник сказал, а я вашего внука в Афганистан не посылал. Баваля потом говорила, что будь у нее в тот момент граната, она бы не задумываясь взорвала ее прямо в том кабинете. А вернувшись домой, повторила угрозу, однажды уже произнесенную, ничего, Ванька, мы им еще отомстим. И то же самое сказал еще раз, отвергнув предложенную однокомнатную квартиру на четвертом этаже без лифта и без балкона. Но теперь, слава Богу, жить было можно. Теперь квартира хоть и полуподвальная, но отдельная. Правда, все-таки тесновато, поскольку все здесь вместе и жилье, и мастерская, и склад материалов, и склад готовой продукции тесновато. Но жить, повторим, можно, тем более с телефоном, который Ваньке все же дали, как инвалиду. Что делало его жизнь богаче и разнообразней, особенно после того, как он обзавелся компьютером и подключился к интернету. Все делало Баваля для Ваньки. Ухаживала за ним, купала, обстирывала, выносила проветривать и даже девок ему платных водила, чтобы он хоть эту радость в жизни не упустил. Ванька сначала стеснялся Баваляного посредничества, а потом ничего привык и сказала как-то после ужина. Мне повезло Баваля, что ты у меня есть, с тобой я себя почти человеком чувствую. Она кивнула, вздохнула, а все ж таки тебе надо как-то без меня приспосабляться, я ведь скоро помру, как будешь жить без меня? А никак не буду, сказал Ванька беспечно, ты помрешь и я уйду за тобой, мне одному на этом свете делать нечего, но бог с тобой махнул рукой Баваля, ты молодой, ты свое еще отжить должен. Зачем спросил Ванька затем сказала она сердито раз жизнь тебе дана ты какой никакой должен донести ее до конца. Бавалин ответ был прерван негромким стуком в дверь. Ни бабка ни внук не успели откликнуться, как дверь растворилась и в проеме ее возник человек среднего роста и возраста в черном пальто с крутой шеей по виду бандит или депутат Государственной Думы. Осведомившись здесь ли находится то фейерверк, пришедший выразил желание поговорить с кем-нибудь из руководства. А мы оба из самого высшего руководства, сказал Ванька с трудом выходя из состояния, в котором он пребывал во время разговора с Бавалей. Я президент, а Валентина Петровна вице-президент и исполнительный директор. Пришедший осмотрел с сомнением Ваньку, бабку и обстановку. И вы, значит, прямо здесь изготовляете всякие фейерверки? Ленгальские огни, ракеты, шутихи, хлопушки, сказал оба Валя. А чего нужно? Да вот что-то вроде хлопушки и нужно, сказал гость. Сколько? спросила баба Валя. Одну, сказал пришедший. Штучные заказы не берем, подал голос Ванька. Одну, но большую. В каком смысле? спросил опять Ванька. В смысле, что большую улыбнулся пришедший. Например, такую, чтобы могла разнести бронированный Мерседес, причем желательно в дребезги. Террористический акт насторожился Ванька, а броня толстая поинтересовалась Баваля. Мы такими вещами не занимаемся, предупредил Ванька. Миллиметра четыре, сказал гость, или пять? По тысяче за миллиметр, оценила Баваля. Всего пять тысяч. Рублей, спросил гость. Граблей, отозвалась бабка Ваксов. Не Ваксов, а Баксов, поправил Ванька. Ну, ребята, попытался торговаться заказчик, пять штук бабсов, это слишком. Мне же всего надо, если в тротиловом эквиваленте, грамм двести, ну, триста. Не устраивает, не надо, пожалуй, плечами Баваля. Пойди к кому другому, в каменном корее работает взрывник Васька. он тебе кастрюлю динамита за тысячу рублей продаст. Только это будет такой динамит, что или в нужный момент не сработает, или взорвется в руках. А у нас гарантия, у нас фирма, у него, показала на Ваньку, не голова, а Совет Федерации. Посетитель долго вздыхал, торговался, и в конце концов сошлись на четырех тысячах. Из них половину сразу аванс. Когда гость ушел, Ванька спросил, Баваля, ты террористкой решила заделаться? Не террористкой, а мстительницей, сказала Баваля. Я тебе говорила, мы им отомстим. Да кому им-то, спросил Ванька, ты знаешь, кто он этот, который в Мерседесе? Может, хороший человек? Хорошие люди, Ванька, ездят в автобусе, мы их трогать не будем. Так Жуковы, бабка с внуком, ступили на путь террора, и вскоре слава то фейерверк широко разошлась. О нем знали очень многие люди, то есть даже все, кто подобной продукцией интересовался, кроме, может быть, прокуратуры, милиции и органов безопасности. У каждого немертвого человека есть та особенность, что он своим существованием мешает кому-нибудь из тоже живущих. Даже какой-нибудь бомж, собирая по помойкам бутылки, мешает такому же собирателю, как и он. Мертвый человек никому не мешает, если, правда, он не лежит в мавзолее. Конечно, яглая всегда кому-то мешала. В прошлом порой мешала настолько, что от нее пытались избавиться радикально. В 30-м году один раскулачиваемый пытался зарубить ее тяпкой, отчего остался след на виске и на плече. Когда партизанила, немцы давали за ее голову денег больше, чем за корову. И когда была секретарем райкома, кто-то ей однажды запустил в окно булыжник. Но теперь-то, будучи давным-давно неудел, кому и в чем она могла быть помехой. А вот оказалось, как-то в Долговском вестнике появилась маленькая заметка местного гидролога о том, что под городом оказывается есть подземный источник, нет, не нефти, а всего лишь минеральной воды, очень хорошей воды, насыщенной всякими солями и другими полезными составными, пригодной для питья и принятия ванн, способствующих омоложению организма. На эту заметку обратил внимание некто Валентин Юрьевич Долин, бизнесмен из новых русских, но не из тех, которые носят большие цепи на шеях и ездят на шестисотых мерседесах. Нет, цепь он носил довольно тонкую, на мерседесе ездил трехсотом, правда, шестисотый уже заказал. И вообще был человек образованный, еще в советское время окончил философский факультет МГУ и чуть не защитил диссертацию на тему вопроса усиления дисциплины на производстве и взаимовыручки в трудовом коллективе в период развитого социализма в свете указаний генерального секретаря ЦК КПСС товарища Константину Устиновича Черненко. Пока он готовился к защите указаний товарища Черненко в области философии перестали быть ценными, началась другая жизнь и наш диссертант оставив науку перешел к занятию которое называлось бизнес консалтинг то есть за большие деньги он предоставлял крышу иностранцам желавшим нажиться на российском базаре и консультировал их как в непонятных и местных условиях уходить от налогов давать взятки отмывать деньги и вывозить за границу за короткое время он сколотил себе приличное состояние имел два казино три ресторана один кинотеатр фирму по торговле недвижимостью новосел и туристическое агентство мир на ладони меня всегда восхищают деловые люди и криминалы как они умеют реагировать на всякие открытия и события и поворачивать их в свою пользу даже солнечное затмение услышав что оно может в скорости состояться мы простые люди как говорится ушами хлопаем и без вещественной пользы для себя рассуждаем что да мол бывает же столь интересные астрономические явления надо будет обязательно посмотреть а деловой человек сразу соображает что людям захочется на затмение посмотреть и не захочется при этом ослепнуть значит им понадобятся очки и даже в большом количестве деловой человек принимается за очки а криминал уже мотает на ус что во время затмения будет темно и народ пялясь в небо неизбежно утратит бдительность и забудет следить за своими карманами или скажем выскочить на улицу наблюдать это затмение не закрыв квартиру будучи деловым во всех отношениях человеком Валя Долин известный в криминальных кругах под кличкой Валидол прочтя заметку в долговском вестнике сразу скумекал что столь полезной для народного здоровья влаги незачем без толку залегать под землей он сразу представил себе комплекс действий которые следует предпринять построить стеклозавод наделать бутылок пробурить скважину качать воду разливать по бутылкам и продавать по сходной цене а если воды окажется много можно построить водолечебницу а если будет ее очень много то есть шанс превратить им город долгов в больниологический курорт и на этом разбогатеть и прославиться валидол провел исследование которое называется маркетинг уточнил как течет вода на какой глубине залегает где лучше всего бурить и расположить первую водолечебницу и получилось что лучшего места чем дом 1а по комсомольскому тупику нет и быть не может проведя второй маркетинг валидол подсчитал сколько ему нужно денег на приобретение этого дома и переселение оставшихся в нем жильцов куда-нибудь в другое место при этом выяснилось что среди жильцов есть некая аглая Степановна Ревкина которая не согласится на переезд ни за какие деньги по причине невозможности перевоза вместе с ней стоящего у него монумента тем более что в новых квартирах потолки для монумента слишком низки это обстоятельство сильно усложнило задачу но валидол был человек изобретательный нерешимость задач не верил и на догласть Степановны Ревкиной внезапно нависла очень большая опасность как выразился однажды адмирал Россия такая страна где очень много говорят о покаянии но редко кто может просто сказать извините мне его высказывание всегда приходит на ум когда я вспоминаю возвращение в долгову Марка Семеновича Шубкина или вернее сказать попытку возвращения с тех пор как произошли у нас в стране благоприятные перемены многие эмигранты особенно люди искусства стали возвращаться на родину вот и Шубкин собрался причем не в Москву как другие а в долгов потому что как он говорил и правильно Москва не Россия а он имел похвальное намерение вернуться именно в Россию читатель может себе представить какое это было событие возможно в столице оно было бы рядовым а в районном городе это было очень большое событие Шубкин еще в Иерусалиме чемоданы складывал а уже весь долгов гудел встречать рэмигранта приготовилась целая делегация во главе конечно с Владом Распадовым тот хотя в свое время и написал о Шубкине что-то нехорошее но прошло время старое подзабылось а сам Шубкин скорее всего той статьи вообще не читал да и кому было встречать Шубкина как не распадов все-таки он был к тому времени в данном округе самым крупным авторитетным литератором с ним накануне будто бы лично говорил глава долговской администрации Каратышкин тот самый который работал когда-то в КГБ но за минувшие годы многие люди пересмотрели свои прежние убеждения а Каратышкин вообще стал демократом и твердым антикоммунистом он охотно и сам пошел бы встречать известного писателя автора прославленного лесоповала но надвигались новые выборы коммунисты рвались к власти надо было непременно дать им отпор в общем не оказалось у Каратышкина времени да к тому же как он сказал Распадову устраивать Шубкину официальную встречу было бы слишком если мол мы будем каждому уехавшему еще пышные встречи устраивать то нам больше нечего делать будет как встречать этих уехавших так он сказал Распадову видимо опасаясь что уехавшие прямо тучами повалят в это захолустье между тем как уехавших из Долгова было всего два сам Шубкин и Антонина но хотя встреча ожидалась не совсем официальная народ кое-какое к станции подвалил я как раз был в то время в Долгове и тоже пошел встречать знаменитого иностранца на перроне собрались многие местная интеллигенция педагогический коллектив детского дома и кое-кто из бывших воспитанников Долговский вестник прислал своего корреспондента из областного телевидения репортер с оператором прикатили день был солнечный и ясный на деревьях трещали скворцы пахло разогретыми шпалами и вареной картошкой с укропом это местные бабки вышли к приходу поезда со своим всегдашним товаром картошкой пирожками воблой и солеными огурцами поезд немного запаздывал поэтому все начали нервничать а я вспомнил тот случай когда Шубкина арестовали прямо на перроне какой думал я для него будет приятный контраст наконец кто-то крикнул идет все напряглись и замерли поезд приближался не так картина как раньше раньше это же было событие паровоз Иосиф Сталин врывался на станции окутанный клубами пар как он пыхтел как он блестел а тут что маленький замурзанный убогого вида электровозик свистнул тонким фальцетом и втащил на станцию 16 вагонов с такой легкостью как будто они были игрушечные и на площадке вагона номер 4 все увидели Шубкина правда не сразу его узнали с большой седой бородой он был похож уже не на Ленина а на Карла Маркса или кого-то из библейских пророков он одной рукой держался за поручни а другой приветствовал встречавших а из-за него высовывались и широко улыбалась Антонина ее голова была туго повязана белым шелковым платком платок этот был вроде ни к чему и я только потом узнал его назначение оказывается Антонина в Израиле приняла иудаизм строго держалась новой веры стригла голову наголо и покрывала ее платком а Марк Семенович оставался в православии и вот они подъезжая машут руками встречающие тоже машут и что-то выкрикивают а некоторые женщины даже прикладывают платочки к глазам Шубкин спустился на перрон за ним Антонина с двумя чемоданами люди сразу их окружили обнимали целовали совали цветы с букетом из трех алых гвоздик приблизился к приехавшему и критик распадов но сразу не вручил цветы а переложил их из правой руки в левую а правую поднял призывая всех помолчать и произнес свою историческую в некотором смысле речь оттесненной жадной толпой я стал далеко от оратора ветер относил его слова в сторону но кое-что я смог разобрать и разбирая удивился умение нашего критика свою мысль поворачивать то в одну то в противоположную сторону сначала Влад сердечно приветствовал приехавшего назвав его выдающимся писателем которого нам кому ему что ли все эти годы так не хватало мы сказал он рады всем нашим соотечественникам чье возвращение стало возможно благодаря нашей перестройке и не будем скромничать благодаря нам ее рядовым прорабам мы потрудились создали подходящие условия для их возвращения и хорошо что Марк Семенович теперь с нами надо признать что в свое время не все отнеслись к его отъезду с пониманием некоторые из нас даже сырого его осудили тут я подумал логически должно последовать извинение или сожаление или что-нибудь вроде этого но распада высказался иначе некоторые мол сырого осудили и даже может быть несправедливо но не будем же впадать в другую крайность чрезмерно хвалить Марка Семеновича и делать из него героя ну уехал человек ему это было выгодно там условия хорошие и пища кошерная а мы здесь съели чернобыльскую картошку и помидоры с нитратами а кому-то ведь надо было здесь оставаться хранить нашу культуру наши памятники наши могилы повторяю я стоял довольно далеко и мне не все было видно а тут еще на второй платформу подходил встречный поезд так что я и видел плохо и почти ничего не слышал но те которые были ближе рассказывали что дойдя до темы наших могил и видимо в результате связанного с могилами сильного возбуждения Влад Распада вдруг потерял над собой контроль как-то из его собственных слов сложилась такая картина что пока он сидел на могилах Шубкин наслаждался жизнью и кошерными фрикадельками в Гефсиманском саду и уже раскинувши руки для объятия он взял и пленул Шубкину в лицо Шубкин как слушал его с растерянной улыбкой так и застыл а потолке пронесся многократно повторенный выдох ах в свою очередь Распадов совершил такое самоторопел от собственного поступка и долго стоял в беззащитной позе как бы ожидая адекватной сатисфакции от противника но не дождавшись сказал а в общем добро пожаловать на родную землю и стал совать Шубкину свои гвоздики а Шубкин обидчивый оказался схватил чемоданы с криком Антонина за мной скачив во встречный поезд и только его и видели уехал назад как потом кто-то написал о нем в газете отца для него оказалось дороже родины конечно в глазах многих Марк Семенович Шубкин был и остался комической фигурой все его идеалы верования приход к ним и уход от них а главное всякие по этому поводу ужимки жесты выглядели смешно но при этом в нем было и что-то трогательное в его действиях имели место благородные порывы и элементы почитаемого в нашем обществе безрассудства над этим всем можно было сколько угодно иронизировать но плевать в лицо все же не стоило тем не менее распадовский плевок был вскоре забыт и люди вспоминали о Шубкине с недоумением обидой и горькой иронией что вот дескать приехал покрутил носом и уехал его видите ли с оркестром не встречали и никакого другого объяснения поступку Шубкина не нашли кроме привычки к хорошей жизни и вкусной пище на земле обетованной и до сих пор в долгове разные люди огорчаются что зря потратили душевные силы встречая Шубкина с распростертыми для объятий руками все-таки интересное это состояние полной свободы можно что хочешь писать читать слушать иностранное радио рассказывать политические анекдоты ругать президента ездить за границей заниматься любовью с партнером любого пола группой в одиночку носить длинные волосы серьги в ухе кольца в носу вообще протыкать себе что угодно конечно многих людей это раздражало тем более что зарплаты бюджетникам задерживали а пенсии пенсионерам вовсе не выдавали и теми другими иногда оплатили товарами местного производства одно время всем за все стали платить продукции здешней птицефабрики то есть цыплятами в долгове развелось кур невиданное количество они заполонили все дворы копошились на огородах гуляли по дорогам болтались под ногами их было столько что трудно было проехать на машине по городу не задев ни одной курицы куры были все породы голландка долговская белая и хозяйки чтобы как-то отличать своих от чужих метили птицу чернилами разного цвета красного зеленого синего и черного аглая кур не взяла не зная как обращаться с ними прожила всю жизнь в сельской местности а не то что зарезать курицу даже корову подоить не умела от кур аглая отказалась деньги кончились и она уже совсем не знала что делать но ведь не зря даже завзятые аздеисты говорят бог не выдаст свинья не съест теплым утром 8 марта аглая постучалась молодая пара он и она высокие улыбчивые хорошо но скромно одетые аккуратно причесанные у нее маленькие сережки в ушах а у него никаких колец ни в ушах ни в носу он с цветами и чемоданчиком дипломат а она с двумя пластиковыми сумками попросили разрешения войти на вопрос кто они и по какому делу молодой человек протянул визитную карточку долин Валентин Юрьевич президент международного благотворительного общества достойная старость а я гала сказала женщина и улыбнулась приветливо аглая думала что они пришли просить денег но оказалось наоборот получив разрешение гости разулись и остались в носках мягко ступая словно боясь кого-нибудь разбудить прошли в гостиную простояли перед памятником молча склонив голову и опустив руки Валентин Юрьевич признался что Сталин хотя сейчас это очень немодно является его любимым историческим героем и тут же приступил к делу прежде всего аглая Степановна позвольте поздравить вас международным женским днем и вручить вам Валентин Юрьевич обернулся к спутнице и она начала вынимать из пластиковой сумки и ставить на стол бутылку советского шампанского бутылку водки Финляндия круг докторской колбасы кусок сыра российский коробку конфет красный октябрь блок сигарет мальбора аглая смотрела на все это с большим удивлением словно расстелилась перед ней скатерть самобранка это что спросила она это вам тихо сказал Валентин Юрьевич мне за что спросила она за вашу неиссякаемую женственность звонко сказала гала глупость оборвал я Валентин Юрьевич разумеется Глая Степановна женственно но мы собираемся помогать не только за это а за все что она сделала для нашей родины для будущих поколений для нас и объявил программу фонда достойная старость фонд создали молодые люди патриоты решившие помочь старикам беззаветно боровшимся за построение коммунизма в нашей стране избавить их от нищеты и защитить от произвола антинародной власти для начала пришли узнать в чем могла Степановна особенно нуждается в еде в одежде в лекарствах а потом оказать посильную помощь совет фонда вынес решение от себя назначить ей дополнительную персональную пенсию в 60 условных единиц ежемесячно 60 чего переспросила Аглая зеленых сказала Гала это что доллары спросила Аглая я не хочу доллары вы неправильно поняли улыбнулся Валентин Юрьевич это не доллары а условные единицы рубли привязанные к доллару она поняла что рубли эти будут ей даваться привязанными буквально к доллару чем-то веревкой ниткой шпагатом и молодым людям пришлось потратить усилия объясняя что связь будет воображаемой а на самом деле по мере инфляции количество реальных рублей будет расти а количество воображаемых уе будет стоять на месте кроме того сказала гала мы вам будем помогать и едой раз в неделю вы будете получать продуктовую передачу на вопрос за что и такая благодать оба перебивают друг друга поспешили объяснить за все ее заслуги за то что была несгибаемой коммунисткой и партизанкой и воспитателем молодежи и вообще труженицей но все-таки все еще не могла ворзуметь аглая что я вам должна о господи голос плеснула руками и закатила глаза к потолку аглая степановна вздохнул валентин юрьевич о чем вы говорите вы нам должны это смешно мы вам должны ведь если рассудить вы для нас людей других поколений так много сделали для нас будет большая честь если вы возьмете то немного чем мы можем вам сегодня хотя бы отчасти помочь от меня вы не хотите совсем ничего гала опять изобразила полная удрученность ну может быть сказал валентин юрьевич если вы в свою очередь захотите помочь нашему фонду чтобы он мог развиваться уточнила гала тогда продолжил валентин юрьевич если вы ну как бы это сказать всем и смертны вздохнула гала да валентин юрьевич посмотрел на галу с упреком заев бестапность но сам продолжил ту же тему и произнес слово завещание говорил он довольно витиевато но из его слова аглая все-таки поняла что ее гости не то чтобы настаивают но считают что если бы она завещала свою квартиру фонду достойная старость вместе со всем имуществом и этим произведением искусства взмах рукой в сторону статуи то тогда не дай вам бог здоровья но потом хорошо бы чтобы ваше имущество попало в честные руки оно еще сможет послужить людям другим пенсионерам ограбленным антинародным режимом когда до аглаи дошло чего от нее хотят и что дадут взамен она ни минуты колебаться не стала она была настоящей атеисткой и о том что будет после смерти не беспокоилась конечно было бы естественно завещать квартиру сыну но где он уже несколько лет от него ни слуху ни дух причем точно известно что жив и здоров он был послом в одной из западных стран время от времени его даже показывали по телевизору оббрюзшего и облысевшего он очень хвалил перемены говорил что всегда был убежденным антикоммунистом нет уж ничего не получит да и зачем ему квартира в такой дыре да вдруг спохватилась аглая а как же насчет него она кивнула в сторону Сталин когда я умру его сразу на сволку аглая Степановна словно ужален и крикнул долин как же вы можете я же вам говорю для меня и для галы товарищ Сталин как Иисус Христос сказала гала слово коммуниста продолжил Валентин Юрьевич мы эту реликвию сохраним для тех самых пор пока она гордо не станет на свое законное место а это поверьте мне случится обязательно случится подтвердила гала мы этого добьемся потому что Сталин наш кумир ну и ладно махнул рукой аглая Алексей Михайлович Макаров который адмирал делил нашу послеоктябрьскую историю на эпохи террора подвального когда при Ленине расстреливали людей в подвалах Чука большого террора при Сталине террора в пределах ленинских норм при Хрущеве террора выборочного при Брежневе террора промежуточного при Андропове Черненко и Горбачеве и террора без границ настоящего времени последний террор отличается от предыдущих тем что осуществляется уже не во имя Эпенеме перестал быть централизованным и упростился кто попало приговаривает к смертной казни кого попало за что попало люди уничтожают друг друга всеми возможными способами закалывая ножами расстреливая из охотничьих ружей дробовиков винтовок пистолетов автоматов пулеметов гранатометов с помощью яда химических испарений радиоактивных излучений и взрывных устройств высокая эффективность и нулевая раскрываемость кого убили мы знаем всегда а кто убил навсегда остается тайной повсюду в городах больших и отчасти малых орудует банды всем известные с известными предводителями паханами ворами в законе которые ни от кого не прячутся разъезжают бронированных лимузинах с охраной ведут международный бизнес и хранят деньги не в стеклянных а в офшорных банках в банках Швейцарии и Бенков Нью-Йорк их называют банкирами олигархами мэрами губернаторами министрами владельцами заводов газет пароходов нефтяных скважин и телеканалов жизнь у них хорошая но часто короткая и проходит в страхе боятся они не милиции а друг друга и не зря законы не писаны но суровы смертной казни ходовое наказание вот и растет у этих людей потребность во всяких стреляющих или взрывающихся штуках которыми можно укоротить коллегу эти штуки должен же кто-то изготовлять одним из таких изготовителей и стал Ванька Жуков у потенциальных заказчиков он пользовался растущим уважением все знали что если хлопушка сделана Жуковым то уж не подведет клиентура ту-о-фейерверк постоянно расширялась заказчики навещавшие Ваньку на иностранных тачках вели себя с ним подобострастно называли Иваном Георгиевичем и на вы и за ценой не стояли давали ему полную свободу творчества что для него было важно потому что в своем деле он был художник он всегда стремился сделать что-то особенное оригинальное но ограниченного действия не будем сильно романтизировать образ нашего народного мстителя делом он занимался предосудительным но все-таки от других такого рода мастеров которым лишь бы деньги отличался определенной разборчивостью тем что аккуратно рассчитывал силу и направление взрыва и старался избежать лишних жертв детонаторы Ванькиных хлопушек были очень оригинальных конструкций механические химические акустические биметаллические электрические и электронные они реагировали на самые разные сигналы и импульсы на прикосновение пальцев с определенной дактилоскопией на запах на цвет на свет на тембр голоса короче говоря каждый раз задача ставилась новая во всех отношениях применительно к данному конкретному случаю самая первая большая Ванькина хлопушка была установлена в автомобиле и должна была сработать при достижении скорости 120 километров в час Ванька не думал что на такой скорости можно ездить по улицам города никогда Аглая Степановна не жила так хорошо и беспечно одной пенсии ей не хватало а с двумя могла себе ни в чем не отказывать тем более что помимо денег полное продуктовое довольствие каждую неделю по четвергам являлась к ней с двумя воськами гала оживленной улыбчивой ладная в джинсах и в джинсовой стильной куртке проходила в кухне выкладывала приговаривала напоминая одну из официанток в сочинском санатории а вот принесла хлебушек маслицы яички колбаску огурчики помидорчики и вот это и жмурь если доставала бутылку водки в Финляндии это хорошая водочка чистая не то что наша я тоже люблю немножко как говорится забалдеть но нам с вами злоупотреблять не стоит у меня брат медик он говорит ты галка помни женский организм к алкоголю более податливый чем мужской с выпивкой гала просила не торопиться сначала она приберет в комнате и приготовит обед тут же снимала куртку засучивала рукава белой кофточки закатывала штанины джинсов и принималась за дело когда наклонялась вываливался наружу и болтался золотой крестик и она его опять запихивала за пазуху ставила на плиту суп гречневую кашу или картошку а пока огонь делал свое дело включала пылесос чистила полы ковры влажной тряпкой протирала статую поливала на окошке цветы и все это делала быстро легко порхая по квартире приговаривая сколько у вас пыли непонятно откуда берется прошлый раз все ведь протерло и опять ужас все-таки мне кажется с экологией у нас что-то такое происходит иногда Сталине спрашивала а за что люди его так любили он был добрый но как бы тебе сказать задумывалась Аглая он был беспощаден к врагам он их решительно уничтожал но тем самым делал добро рабочему классом и два стакана для яблочного сока после чего они вдвоем обедали выпивали разговаривали бывало до позднего вечера Сережа у меня мамаглая добрейшей душе он когда видит старого человека с протянутой рукой так страдает всем бы хорош но ревнивый ревнивый ой мама моя какой ревнивый видели я в прошлый раз синяком была вы может не заметили я запудрила ну вот он и сейчас видно а есть за что ревновать спросила Аглая ну мама Аглая если по правде есть он же на работе на работе на работе приходит усталый а то еще и выпивший ложится лицом к стенке а я же молодая живая женщина мне мама Аглая 26 лет ведь когда вам было 26 лет вы наверное тоже я в 26 лет партизанским отрядом командовала Аглая хотела сообщить это гордо а сказала так словно извинялась за свою убогую молодость когда занималась глупостями и даром время терял но и Галя смутилась ой мама извините мне даже стыдно ой какие вы были люди идейные мужественные а кто мы я бы вот партизанкой быть не могла крови боюсь ужасно вот даже какой-нибудь чужой человек палец порежет и мне дурно ведь вы действительно за нас трудились сражались а мы мне даже стыдно эта сережка говорит что мы молодые коммунисты а у нас на самом деле ведь нет же никаких идеалов в уме только есть что хорошая жизнь тряпки еда и секс иной раз даже хочется что-то возвышенного а мысли уходят вниз слаба как говорится напередок меня сережка знаете как называет как Галла вздохнула помолчала словно отколебалась сказать или нет и смущенно хихикнула Галка давалка значит он тебя не зря колотит конечно не зря если б зря я бы не потерпела я сама мама глая переживаю вы себе представить не можете сама думаю ну что же я какая-то такая б извините за выражение до меня мужчина дотронется и я тут же растекаюсь как масло не могу отказать и все скажи мне начала была аглая но вдруг застеснялась что спросила Гала да так в общем знаешь у меня в твоем возрасте были другие нравы мы все за родину за Сталина за партию пятилетки выполняли о себе мало думали поэтому ты уже не смейся но я вот на старости лет все слышу оргазм оргазм а что это такое оргазм будешь смеяться да вы что мама голая Галя сделала большие глаза и понизила голос до шепота неужели не знаете ой что вы ну в общем это даже не знаю как что у меня во время этого дела ну я сначала чувствую как будто в меня что-то такое накачивает накачивает я все раздуваюсь раздуваюсь как шар и такой знаете воздушный шар огромных размеров и я куда-то лечу лечу а потом вдруг раз и лопнуло прямо вся со всех сторон лопнуло и растеклась как лужа как озеро как море я в этот момент ничего не соображаю я умираю а в ушах звучит музыка ну как вам сказать ну прямо Майкл Джексон Галла посмотрела на Аглаю подумала и спросила будто сомневалась в ответе мама Аглая а ведь вы тоже были когда-то молодая а ты как думаешь спросила Аглая не знаю сказала Галла вообще-то я понимаю что были а представить себе не могу Некий гражданин штата Небраска Соединенные Штаты Америки Шаря по закоулкам интернета обратил внимание на пользователя всемирной паутины которого видимо интересовали современные достижения в области взрывного дела вещества компоненты реактивы катализаторы ускорители и замедлители реакции Незнакомец изучал также новейшие способы передачи сигналов на расстояние подробности разных сенсорных конструкций Кроме того он проявлял очевидное любопытство и в жизни инвалидов войны в Америке их количеством пенсиям быту социальным программам и технике облегчающие их существование житель Небраски решил связаться с ищущим вычислил его по-русски аську и обратился к нему таким образом привет я Джим Баргингтон кто ты Ванька он неплохо знал английский язык удивился подумал и назвал свое имя новый вопрос был ты инвалид Ванька спросил как ты догадался ты очень умный спасибо а ты я тоже умный или инвалид и то и другое ветеран вьетнамской войны а ты русский да я тоже ненавижу Америку Ванька еще не придумал как выразить свое удивление когда в дверь постучали условным образом Ванька извинился перед американцем и вышел из интернета Баваля впустила невысокого человека в надвинутые на глаза кожаные кепки Войдя в комнату пришедший слегка отогнул козырек кепки и вгляделся в обстановку в комнате общего света не было но над рабочим столом висел низкоопущенный оранжевый шелковый абажур а в нем лампочка на 150 свечей В свете этой лампочки гость рассмотрел хозяина в инвалидном кресле обрубок с изуродованным лицом без глаза и без руки правая нога закрытой холщовой штаниной пластмассовый протез с ботинком стояла на низкой подножке на левом протезе розового цвета штанина была завернута а сам протез лежал на колене правой ноги не обутой но в носке эту конечность Ванька несмотря на наличие компьютера использовал часто как записную книжку писал на ней карандашом регистрировал заказы выводил химические формулы просто что-то подсчитывал а устаревшие записи стирал ластиком комната к тому времени представляла собой настоящую неплохо оборудованную химическую лабораторию на столе компьютер аптекарские весы два паяльника микросхемы с чипами катушка с медным проводом и журнал химия и жизнь на полках вокруг стола колбы с жидкостями банки с надписями селитра ртуть угольный порошок желатин серо медный купорос глицерин и нитроглицерин на грубо сколоченных стеллажах и под ними стояли и лежали канистры ведерки банки две противопехотные мины четыре противотанковые гранаты и еще всякая смертельно опасная усячина и вы все это держите открыто удивился гость садитесь сказал Ванька и указал ему на рыжее продавленное кресло у левого края стола как зовут скажите скажу Иван Иванович устроит устроит согласился Ванька и что нужно Иван Иванович почему-то вдруг засмущался тут есть один человек начал он неуверенно где тут сурово спросил Ванька в Москве Иван Иванович испытывал явную робость вообще-то он здешний но банк у него в Москве и его надо что надо я догадываюсь а кто он спросил Ванька Нужна фамилия нужны данные кем работает где бывает с кем общается как проводит свободное время пристрастие и привычке все есть сказал гость он достал из бокового кармана пухлый бумажник со многими кредитными карточками в специальных кармашках вынул из него лист бумаги где компьютерным шрифтом было перечислено нужное президент банка 29 лет разведен один ребенок работает добросовестно на службу раньше других приходит позже уходит имеет двух телохранителей живет в хорошо охраняемом доме состоит в любовной связи с женой хозяина ресторана золотой гус с которой встречается в специально снятой квартире этот дом не охраняется подъезд тоже в квартире сигнализация но ее можно отключить через своего человека в милиции наше предложение сказал Иван Иванович мину заложить под кровать с расчетом давления пока в кровати только любовница мина лежит спокойно когда двое она взрывается очень просто Ванька держал бумажку в руках перечитывал и выпячивал нижнюю рваную губу в знак призрения просто и глупо высказал он свое суждение почему удивился гость слегка обиженно потому что если он будет лежать на ней она станет ему щитом ее разорвет а он останется живой а побольше взрывчатки мы заплатим за все вы это заплатите только там же наверное еще квартиры есть внизу верху семьи дети ну и что ты гуманист что ли спросил гость попрошу не тыкать буркнул Ванька думая о чем-то своем не гуманист а специалист не люблю примитивных решений какие еще у него привычки оказалось будущая жертва у себя в кабинете держит бар и несколько раз в день пьет виски с тоником виски с тоником удивился Ванька он взял со стола карандаш и стал писать что-то на пластмассовой ноге разве вообще пьют виски с тоником почему нет пожал плечами заказчик я тоже пью виски с тоником ну-ну Ванька пожал плечами со времен своей жизни в Москве Варвара Ильинична он помнил западные журналисты угощали диссидентами иностранными напитками и сами пили но с тоником они пили джин а не виски ладно про барматалон у каждого свой вкус в процессе дальнейших расспросов Ванька уяснил для себя как банкир проводит начало рабочего дня входит в кабинет и первым делом к бару нальет виски с тоником и полчаса не меньше подтягивая этот напиток думает после чего открывает сейф и достает из него деловые бумаги и приступает к работе выяснилось что шифр заказчику известен ладно сказал Ванька и опять что-то записал на ноге приезжайте через неделю договорились уходя заказчик кивнул на Ванькину ногу хорошая записная книжка хорошая согласился Ванька всегда под рукой после ухода гостя Баваля заперла дверь а Ванька вернулся к компьютеру и спросил своего нового знакомого почему тот ненавидит Америку мы живем во времена когда только у крайнего скептика есть шанс оказаться мудрецом или даже пророком отношения людей между собой становятся чем дальше тем хуже а нравственность у нас о ней очень много говорят закатывая при этом чувствительные глазки ах нравственность нравственность но находится у нас эта самая нравственность в таком состоянии что лучше о ней и вовсе не говорить чем больше человек жулик тем больше говорит о нравственности патриотизме и любви к человечеству на самом деле в процессе истории человек сильно черствеет можно ли себе представить что всего сто с небольшим лет назад на всю Россию был всего один палач второго согласного казнить людей не находилось случалось одни других пропаривали ножами или забивали кольями но это только по пьяни по дурости в состоянии повышенной как тогда говорили ажитации иногда конечно и за деньги но не в порядке рутинно исполняемых служебных обязанностей не по идейным соображениям не по сексуальному побуждению не в ходе научных поисков и не в таких количествах валидол не был никогда ни романтиком ни садистом он убивал людей только если в их убийстве видел какую-то выгоду и не трогал всех остальных удовольствия от убийства он не получал но и не удовольствия не испытывал дело есть дело так он к этому относился убить человека как расколоть полено с той только разницей что убивать собой рисковать могут самого убить или посадить и неприятная сторона умерщвления что потом надо заметать следы расчленять труп уничтожать улики разрабатывать алиби так что если бы валидол мог сделать как он говорил хорошие бабки никого не убивая он бы не убивал собственно он уже подумывал о том чтобы по накоплению начального капитала отойти от мокрых дел и заняться легальным бизнесом но перед этим надо было довести до конца начатое прежде и тут думая об этом Валентин Юрьевич мысленно разводил руками надо было еще кое-кого увы лишить жизни а уж потом потом со сна впрочем думать особенно не хотелось хотелось еще поспать но солнце раннее весеннее как будто росой омытое светило прямо в глаза и заставляло жмуриться он отвернулся от солнца и повернулся к своей возлюбленной которую он в хорошем настроении называл галчонком она спала спиной к нему с обнаженным плечом загоревшим еще в феврале на острове Бали плечо смуглое с белой полоской не загорел и след от бретельки Валидол положил руку на это плечо и осторожно погладил настроение было прекрасное до сего дня все дела у него совершались удачно и достиг он многого из того о чем раньше и не мечтал хотя давно уже знал как хрустят в кармане большие деньги но в недавнем прошлом на что он мог их тратить ну гулял в ресторанах ну нежился в Сочи ну парился в сауне ну купал девочек шампанском обрал дюрсо сам этим шампанским или водкой напивался до свинского состояния но платить за все это приходилось дорого дважды сидел и в третий раз загремел бы если бы не перестройка реформы и прочее а теперь казино рестораны кинотеатры фирма новосел и агентство мир на ладони недавно прикупил еще бензоколонку а на днях не сумел устоять перед шестисотым мерседесом хотя сам смеялся над другими владельцами этой модели над новыми русскими из-за анекдот стоит он красавица в гараже бронированный с тонированными стеклами с позолоченными ручками и весь насквозь навороченный и сигнализация на нем и автоматика и подогреваемое сидение и компьютер и термометр и навигационный прибор в данной местности впрочем бессмысленный не поскупился хозяин застраховал свою тачку на полную сумму от кражи аварии стихийных бедствий и прочего на всякий случай привлек страхование высшей силы в лице священника который во имя отца и сына и святаго духа окропил покупку и произнес молитву о сохранении колесницы и рабов божьих кто будет передвигаться в ней так что все пока шло хорошо и предполагалось что будет еще лучше еще несколько усилий среди них умерщвление старой алкоголички умерщвление совершенно несложное и почти без риска у него уже все разработано он же четырем таким же престарелым пьянчушкам помог избавиться от времени жизни это просто с бабушкой надо сначала выпить немножко а потом побольше а потом предложить выпей бабуля еще если будет брыкаться открыть ее рот и лить туда пока не захлебнется работа неприятная но необходимая и уж наверное одна из последних такого рода скоро построит он водолечебницу и заводик поразил минеральных вод и назовет свою воду и вдруг лучший массол придумал валена долина и будет вести честный легальный бизнес или почти честный достаточно честный чтобы можно было откупиться от прокуроров и налоговых полицейских он уже и сейчас живет отчасти легально бизнес ведет открытый заработанным делится и начальство на лапу дает и храму Козьмы и Дамиана в помощи не отказал и организовал фонд достойная старость его уважают председатель городской администрации начальник милиции начальник управления органов безопасности скоро будут новые выборы он примет в них участие успех ему при его деньгах и связях должен быть обеспечен а там гарантия неприкосновенности и дальнейшей карьеры и в конце концов видел он себя в кресле городского головы где все будет в его подчинении банк милиция прокуратура суд короче в хорошем он настроении проснулся повернулся к любимой она спала уткнувшись в подушку он повладил ее плечо она проснулась а что чего поняв что чего потянулась к нему потом пили на балконе свежезаваренный кофе со сливками с подогретыми булочками и сыром светило солнце было тепло пахло жасмином который щедро цвел на уровне балкона как хорошо вырвалась вдруг у валидола что испугалась гала а что что ничего смутилась она я просто не ожидала что ты можешь что-то чувствовать дура сказала это ты не понимаешь и никогда не поймешь как прекрасна жизнь почему же обиделась ты что чувствительнее меня нет но чтобы ощущать счастье от такой жизни надо нахлебаться другой надо пожить например в лагере ты говорил что и там жил неплохо неплохо я жил там лучше других я был там паханом у меня было лучшее место на нарах я там не работал пил чифирь и шестерки исполняли любые мои желания вот я и говорю что ты говоришь почти рассердился он ты понимаешь это была неволя вместо кофе чифирь вместо жасмина который сейчас цветет вонючие портянки и одни звероподобные рожи вокруг нет больше я туда не хочу а почему ты должен туда за что ты честный человек я он посмотрел на нее насмешливо это я то и ты я удивилась она ты хочешь сказать что я на нее в глазах появились слезы ты считаешь что я нечестная она была готова немедленно устроить истерику нет сказал он ей торопливо я тебе ничего такого не говорю но ты только не расслабляйся и не забываешь что нам сегодня еще надо замочить старушку но при чем тут это закричала она я от работы никогда не отказывалась я тебе всегда и во всем помогала ну успокойся успокойся придвинувшись он устроил ее голову у себя подмышкой ты не волнуйся все будет хорошо но замочим старушку одну последнюю и заживем честно причестно будем заниматься бизнесом зарабатывать деньги ездить на острова вскоре они вышли на улицу валидол открыл гараж пультом дистанции гибкие ворота со скрижетом поползли вверх солнечный свет отразился на бампере и на радиаторе красавца на четырех колесах двое проходивших мимо мальчишек остановились посмотреть на лимузин 21 века Валентин Юрьевич выехал из гаража ворота опустились гала устроилась на кожном сиденье справа от любимого человека он перевел рычаг в положении драйв плавно нажал на газ вывернул на монастырскую улицу и с места набрал сумасшедшую для этих улиц неровных узких и забитых скорость валя куда ты не галя вцепилась в ремень безопасности и скосила глаза на спидомет стрелка быстро пошла по кругу и пересекла отметку 120 аглая степановна ревкина в это время шла из магазина со скоростью в час километра два с половиной в пластиковой сумке она несла 200 грамм одесской колбасы курицу килограмм картошки банку кабачковой икры и вилок капусты она помнила что сегодня придет гала принесет водочки и продукты а может быть гала сказала и Валентин Юрьевич посетит аглая решила кое-какую закуску приготовить сама с улицы монастырской она собиралась свернуть в свой комсомольский тупик когда выскочил из-за угла Мерседес разогнался понесся дальше и вдруг в результате странной метаморфозы превратился на глазах клубок летящего пламени почти одновременно бабахнуло резануло волной по глазам и барабанным перепонкам полетели в стороны куски железа и стекла оторвавшееся колесо сначала взлетело свечой в небо затем упало на крышу проходившего мимо автобуса соскочило с него и понеслось вдоль по улице ровно посередине а потом свернуло в сторону сбило пробегавшую мимо собаку врезалась в сапожную будку и завалило ее вместе сидевшим в будке сапожником поскольку наше повествование не является произведением детективного жанра и а только правдиво отражает нашу детективную действительность не будем напрасно держать читателя в напряжении и скажем сразу что Аглаю Степановну Репкину от участи уготованной ей фондом достойная старость спасло то обстоятельство что у Варидола оказался мощный соперник финансист Андрей Игнатьевич Масолов по прозвищу Масов который мог быть Варидол очень верным другом если бы не имел собственных видов на минеральные источники на предстоящие выборы читатель наверное помнит что свой Мерседес Варидол застраховал и осветил было бы странно что тачка Валентина Юрьевича имея высшую защиту все-таки взорвалась было бы странно если не знать что положенная под Мерседес адская машина была тоже освещена Масол специально носил ее в церковь и был щедрее чем Варидол к тому же сработано было это устройство на совесть Ванька Жуков все рассчитал точно он только не подумал что Варидол разовьет такую скорость в пределах города ты мне можешь объяснить почему ты ненавидишь Америку спросил Ванька своего нового друга не только Америку ответил Джим я ненавижу весь мир и все человечество человек считает себя венцом творения на самом же деле он самое лживое и самое подлое животное которому никогда нельзя доверять и самое неразумное большинство людей заняты тем что производят оружие убивают себе подобных или собираются убивать разве достойно считаться разумными существа которые не могут договориться друг с другом о том чтобы жить в мире и не приносить друг другу несчастье самый ужасный хищник убивает свою жертву для того чтобы утолить голод и только люди убивают друг подвергают друг другу невероятным мучениям из удовольствия а больше всего я ненавижу здоровых людей так или иначе они нами пожертвовали и теперь им не стыдно что они ходят бегают прыгают играют баскетбол обнимаются машут руками они когда видят тебя и меня отворачиваются потому что мы портим им настроение я хорошо отношусь только к таким инвалидам как мы с тобой и я хочу чтобы все люди хотя бы по месяцу или только по две недели побыли на нашем месте но может быть все дело в том написал Ванька что люди несчастнее животных они в отличие от всех других существ знают о своей смертности да согласился Джин они несчастны но тогда каждому из них надо пожалеть не себя а друг друга но ты же их не жалеешь именно поэтому я не жалею я жалел пока был здоровым молодым человеком учился в колледже любил красивую девушку играл в баскетбол теперь я заслужил право никого не жалеть и никого не любить кроме таких как мы с тобой я пью за тебя что ты пьешь я всегда пью виски с тоником спросил Ванька что спросил Джим виски с тоником ты думаешь это возможно пить виски с тоником а почему нет друг мой не надо если ты пьешь виски с тоником я перестану тебя уважать почему потому что пить виски с тоником это очень дурной вкус это делают только в Калифорнии в других местах виски никогда не пьют с тоником с тоником пьют джин водку вермут кампари что угодно но только не виски виски напитан благородный его пьют со льдом с содовой с минеральной с водопроводной водой и просто чистый как я но с тоником на завтра он послал Бавалева в супермаркет она принесла виски и тоник и Ванька запил всю неделю пил смешивал виски с тоником в разных пропорциях пил дышал на какие-то им самим изготовленные запаха уловителей производил манипуляции понятные только ему через неделю новое устройство было создано и передано заказчику телевизор Ванька смотрел редко но иногда проявлял к новостям повышенный интерес обычно через несколько дней после изготовления им очередного изделия из Москвы Петербурга реже из других городов поступали сообщения о взорванной квартире автомобиле офисе и о гибели того или иного важного человека так он узнавал от кого именно ему удалось избавить человечество но когда сообщалось что взрыв произошел в автобусе в троллейбусе на вокзале Ванька знал точно эта работа чужая и грязная полторы недели прошло как он простился с Иваном Ивановичем но ни по радио ни в газетах ни одного подходящего сообщения Ванька терялся в догадках когда дождливым днем нагло ворвался во двор джип лендровер из него чуть ли не на ходу вывалились Иван Иванович и с ним блондин похожий на кого-то из футболистов Баваля была в отъезде по делам снабжения а сам Ванька сидел с незапертой дверью они ворвались в комнату не постучал Иван Иванович забыв что его просили обращаться на вы с порога повысил голос ты сука и сразу обратил внимание в углу что-то зловеще зарокотало Ванька спокойно предупредил осторожнее тут чувствительные приборы болезненно реагируют на грубости и особенно на огнестрельное оружие Иван Иванович сразу опомнился и остановил блондина который уже тащил из кармана что-то железное так в чем все-таки дело спросил Ванька когда посетители успокоились а ты не знаешь спросил Иван Иванович да не ты а вы снова поправил Ванька что случилось том да и дело что ничего не случилось сказал блондин глядя на Ваньку сурово и испытывающий заложили пакет за сейф подсоединили детектор ничего не происходит задумался Ванька а он пить случайно не бросил да ты что горячо возразил Иван Иванович похоже даже с обидой за своего шефа и тут же поправился то есть вы с утра как придет так прямо к бару Угу Ванька почесал в голове а может он перешел на джин или на водку да нет же нет раздраженно возразил Иван Иванович как пил так и пьет виски с тоником причем всегда один и тот же сорт Джек Дэниелс Джек Дэниелс переспросил изумленный Ванька да что же вы мне сразу то не сказали я думал шотландский виски это Джек Дэниелс это же бурбон если он даже его пьет с тоником а почему нет спросил блондин если у нас банкиры с утра такую дрянь пьют то какое может быть доверие к подобному банку и какая у нас может быть экономика ладно привезите мне бутылку этого Джека у нас его здесь нет а у меня в машине есть сказал Иван Иванович сейчас принесу несколько дней спустя Андрей Игнатьевич Масолов как всегда в половине девятого подъехал на своем изумрудном ягуаре к боковому входу в банк Орион где он числясь президентом отмывал свои скромные накопления водитель сразу же увел машину на охраняемый двор а два личных телохранителя президента прошли внутрь но остались внизу на второй этаж президент поднялся сам прошел мимо секретарши к себе в кабинет пальто шляпу белой кашне повесил на вешалку включил компьютер открыл бар бросил в толстый стакан 4 кубика льда налил в виски Джек Дэниус и добавил тоник этот варварский напиток он приучился пить еще когда жил в Америке учился в Стэнфордском университете пока он готовил свой напиток компьютер загрузился и Масол вышел в интернет стал читать биржевые новости и пришел в некоторое смятение пока он спал на токийской бирже резко упали акции в которые его банк вложил основную часть своих накоплений перекинувшись на другой сайт он выяснил что право на разработку минерального источника в районе города Долгова передано его конкуренту Феликсу Булкину которого Андрей Игнатьич знал под прозвищем Чума еще со времен их совместного рэкетирства на железной дороге и первых прибылей от продажи поддельного спирта Рояль Имея образование в пределах двух курсов техникума текстильной промышленности Чума однако оказался достаточно сообразительным чтобы войти в большой бизнес и успешно конкурировал даже с таким крупным экономистом каким был Андрей Игнатьевич Масолов Недостаток образования Чума компенсировал природной наглостью и умением пролезть или как он говорил протыриться куда угодно и к чему угодно Ах ты паскуда в сердцах сказал Андрей Игнатьевич адресуя эти слова своему наглому сопернику произнеся еще несколько выражений выученных не в Стэнфорде а совсем в других местах Масолов кинулся к сейфу посмотреть кое-какой скопленный на чему компромат какие-то документы выписки из старых судебных дел видеопленки Масол открыл дверцу сейфа и со словами ты у меня падла узнаешь сунул голову внутрь взрыв был немощный секретаршен показался просто громким хлопком но заглянув в кабинет президента она сначала увидела только дым а потом сквозь дым разглядела голову президента которая откатившись от туловища тлела как головешка секретарша упала в обморок а потом несколько месяцев лечилась у гипнотизера от заикания она он поднял